Сейчас мы будем ставить здесь идолы Тита. Если кто-то и не имеет в этом мире права говорить о морали и о добродетели, то это, наверное, белый человек. Это фальсофа, это не наша социология, это не наша. Не лезьте вообще, братья. Никаких кулис нет. Никто ничего там не направляет. Никакие миллионы никуда не делят. Модерн Западу дал ислам. Наполеона как проведение Господня и мессию принимали в Аль-Асхаре. Он там заехал на коне. Даджал выйдет именно оттуда, из Тибета. Не только я, но и вы бы тоже не захотели бы жить в этом мире. Саламу алейкум варахматуллау варакату. Сегодня мы снова собрались в студии Алифт-ТВ поговорить в режиме после намаза на серьезные, концептуальные, глубокие темы, но просто, понятно, без лишних формальностей. Тему мы выбрали «Ислам и Запад», «Исламский мир и Запад». Тема на слуху, но мало отрефлексированная. Много вокруг нее мифологии, много демонизации, а сегодня и идеализации в том числе. И гостя мы позвали, наверное, сейчас после Гидара Джамали, наверное, можно сказать, главного, основного специалиста по Западу, Западоведа, я бы даже сказал, может быть, куфролога Руслана Айсина. И сразу такой вопрос, прошу, вот обозначить тезис на свою позицию по вопросу. И меня вот самого, в первую очередь, интересует Руслан. Вот вы за что вообще так Запад не любите? Вот что Запад вам такого сделал? Саламу алейкум варахматуллах варакатух. Это очень хорошее определение, куфролог, да, доктор куфрологических наук, можно сказать. Ну вот сейчас мы посмотрим. Да, спасибо. Ну как раз упомянутый вами Гидар Джамали, архимахуллах, он говорил, что мусульманам нужно изучать и нужно формулировать, формировать новую науку куфрологии. Потому что если мы боремся с мировым куфром, мы должны понимать, знать, на чем он базируется, чем он дышит и что планирует, да, и, соответственно, знать психологию, философию. Потому что Западный мир строится просто на платонизме и аристотилизме. И в ислам, кстати говоря, эти инъекции тоже были впрыснуты в свое время. Что касается любви-нелюбви, то в этом смысле я бы, конечно, так, ну, может быть, чувственно не говорил. Потому что у меня несколько другое ощущение. Это ощущение того, что Запад выстраивает против исламской цивилизации определенную стратегию, с которой мы должны бороться. Я уважаю врага в этом смысле, потому что это действительно достойный враг. И врага не то, что любить, не любить надо, надо его оценивать соответствующим образом. Ну, четко исходит, что Запад – это враг абсолютный, бескомпромиссный. Никаких-то оговорок не может быть. Я бы сказал так. Запад неоднороден. Там есть очень много филиаций, очень много проекций. Есть, потому что есть Запад, который близок к исламу. Есть Запад, который тотально против ислама. Есть Запад увядающий, который только по названию Запад. Я просто напомню, что в восьмом-девятом веке один монах францисканский сказал, что Европа сформировал Магомед. Почему? То есть понятно, что Ватикан тогда формулировал следующим образом. Надо поднять священную войну против мусульман, для этого надо объединиться. И они говорили, или мы объединенные Европой против мусульман, или же мы остальные. И Европа тогда не была, как известно, единой. То есть мусульмане дали импульс, во-первых, в средневековой Европе, чтобы объединиться, и эпоху Возрождения тоже, в общем-то, наследие мусульманского импульса интеллектуального, духовного и политического, прежде всего. Поэтому Запад нам вообще обязан очень много. Просто Запад в этом смысле неблагодарен. Так же, как и иудеи, например. Ведь все это время мусульмане защищали иудеи, протоктонировали. Я напомню, что когда их изгнали с Пиренеев, кто их принял? Султан Османский, который сказал, написав чете правящей Изабелле и Альфриду, о том, что я, по крайней мере, лучших людей своих не изгоняю. И он дал хорошие места. Ну, сейчас-то у мусульман отношение к Западу, как правило, такое, что, мол, ну, что там, Запад это одно ЛГБТ, там, проститутки, наркоманы, и что там вообще о них говорить? Да, есть просто Запад либеральный, есть Запад правый, есть Запад традиционалистский, например, типа Ватикана, да, который тоже выстраивал более серьезную работу против ислама, чем ЛГБТ. ЛГБТ, это просто работа Ватикана уже против, собственно, левых. Вот, ну, их просто, так сказать, вот активно пиарят. Но есть, например, Китай, а есть Хиндустан, жестко антиисламский, вот их как отнести к какому полюсу, то есть, по крайней мере... Ну, это уже такие другие сферы куфрологии, это мы, наверное, отдельно будем говорить. Али Хаджи, а вот, если так вот фундаментально брать, вот есть хадис, всем известный хадис, насколько я знаю, Бухарь вообще хадис, о сынах Рума, где Запад фактически, да, как бы христианская цивилизация, наоборот, ставится в пример мусульманам и говорит, что перед Судным днем большинство людей будут из сынов Рума. Вот этот хадис вообще как понимать? Как вот эти тапсиры есть сегодня вообще, что о нем пишут? Тут, скорее всего, речь не о том, что это ставится в пример, а, наверное, о таком благоразумии, когда ты признаешь какие-то качества, которые в разной степени распределены между людей, цивилизацией, и именно об этом же аят, да, что Аллах Субхану Аталу создал нас для того, чтобы мы общались и познавали друг друга. То есть в каждом народе, в каждой цивилизации есть что-то хорошее, да, там может быть какое-то ядро идеологическое, которое делает это тщетным все относительно Судного дня и Вечной жизни, да, такой как Куфр, а вот в прикладной жизни очень много же как бы полезного. И Румы, они определялись как цивилизация, которая не дает произвольничать, например, своим правителям, цивилизация, которая оправляет, быстро от тяжелых ударов, вот, поэтому, а количестве, ну, не стал благодарен, что, ну, количество не значит, что это вот прям хорошие люди, там, да, чем больше людей, и какой-то цивилизации, тем они лучше. Вот, поэтому тут, скорее всего, непредвзятость и трезвый взгляд на мир, да, и тот же, например, то же переселение в Хабаша, когда Пророк Саусом отправлял, он похвально отозвался о царе эфиопском, но в контексте именно качеств моральных, но не идеологических, да, то есть что он справедлив, он справедлив, но умерев на этом Наджаше, на этой справедливости вместе со своим куфром, его судьба, по словам того же Пророка Саалула Ура, очень незавидна как бы. Вот, поэтому, я думаю, вот так и нужно понимать это. Ну, а этот хадис, например, может быть каким-то вот базисом для, ну, какие-то точки соприкосновения, вот именно те принципы, которые там обозначаются, вот, да, справедливость, равенство всех там, ну, так мы уже будем как бы, да, в сухом остатке брать, там, перед законом, там еще отмечается, например, то, что они, то есть сыны Рума, они поддерживают слабых, вот эти вот вещи, они могут как-то вот сближать нас. По сути, это-то в Западе и привлекает людей, там, не какой-то, там, не ЛГБТ, естественно, там, набившая. Ну, есть, есть общая, общая такая ткань, сшивающая всех людей, это их человечество, да, и Аллах, субхану и Аллах, сказал, что мы, мы оказали почет сыну Адама, да, то есть мы как люди, мы уже как бы все одинаково имеем право на какое-то уважение друг к другу по умолчанию, что мы люди, но вот потом уже, как Пророк Саосов сказал, каждый ребенок рождается на Фитре или на Исламе, да, там, разных этих, а потом родители его делают иудеям, христианинам или язычникам, да, этот же хадис, некоторые представляют, что это вот все, все одинаково, вот, мусульманин, иудей, язычник, христианин, нет, последние три категории, это категории, которые, если умрут на этом, и они прожили после Пророка, они попадают в ад, и тут, как бы, есть общее человеческое такое братство, да, которое регламентируется дальнейшим идеологическим выбором, и нету такого, как бы, то есть нету тотального непринятия человека другого цвета кожи, другой расы и другой цивилизации, то есть изначально, но определителем является именно отношение к Творцу этого мира, справедливое оно или нет, вот, мусульманское мировосприятие строится на этом, вот, поэтому тут я бы не стал вот так задавать вопрос, как ты, то есть мы можем все-таки признавать, там, добродетель, конечно, да, любой добродетель, тот, кто собаку напоил или кошку, он в рай попал, там вообще не говорится о том, кто он, там, некоторые хадисы, там, минбану Исраиль, там, или еще, тут вообще никакой разницы в этом нету, и, наверное, первые глобалисты в этом мире, это как раз-таки мусульмане, и Пророк Савасов этому научил, что мы глобально воспринимаем весь мир, Поэтому тут богобоязнность только определяющая, и справедливое отношение к Аллаху, которое в то же время считается справедливым отношением к себе, в контексте, что это принесет тебе счастье или несчастье, и в обоих мирах. Руслан, вот вы говорите, что Запад враг, да, но вот в чем это выражается, что, там вот сидят какие-то вот такие злодеи, которые с утра до вечера, вот какой-то доктор зло собираются в каких-то ложах, там, масоны, и вот спят и видят, как бы вот насолить мусульманам, навредить. Может, сами мусульмане виноваты в своих проблемах, не Запад, там, и какие-то не темные силы, которые нас злобно гнетут. Знаете, Ренат, это хороший вопрос, потому что вот буквально два дня назад я разговаривал с одним уважаемым экспертом по поводу проектности. Он говорит, ну, почему вы считаете, что есть какие-то планировщики, которые замышляют что-то. Я говорю, ну, как вот, человек, вы работаете, например, в городском хозяйстве, да, он работал чиновником, соответственно, есть департамент озеленения, борьбы, там, с общественными недугами, здравоохранения. Я говорю, это вот небольшое городское хозяйство, но оно имеет столько ответвлений. А город, а государство, спецслужбы, министерства, да, и так далее, и так далее. И вернемся, что вы думаете, что большой мир, он предосположен или же представлен самому себе. Нет, конечно, Всевышний в Коране говорит, что Иблис попросил отсрочку, да, потому что он будет справа, слева, спереди, сзади. То есть он будет создавать некий объем. Соответственно, за Иблисом выстраиваются те, кого мы называем вот этими вот правящими кругами. Правящими кругами куфра. Конечно, с точки зрения секулярного представления, все говорят, ну, это конспирология. Но вы что? Мы знаем, в Исламе есть конспирология, и Всевышний в Коране об этом говорит прямо. Просто конспирология, конспирология рознь. И мы знаем, что такое куфар, это покрывающий правду ложью. Это что, это не конспирология? Конспирология, конечно. Кстати говоря, в русской традиции тоже есть, Соловьев написал, да, покрывало изиды. То есть это тоже самая попытка скрыть правду. Ну, короче говоря, эти планы были. И касательно Ватикана. Мы помним, что первый Куран, который перевел Запад по заказу Альберта Достопочтенного в 12 веке, был связан с тем, чтобы узнать, чем дышат мусульмане. Первый перевод был ужасен, потому что он касался того, что мусульмане поклоняются богине Венере и так далее, и так далее. Но дальше голландцы выстроили такую систему, оптимальную для чего? Для того, чтобы колониально завоевывать мусульман. И, собственно, они создали институт и даже принимали ислам. Внедрялись в структуры мусульман. И, в общем-то, изучали их. А мусульмане, понятно, они всех, кто приходит в ислам, воспринимают как своих собратьев, чисто и как бы незамутнен. Здесь каких-то претензий нет, да? Но Запад действовал коварно. Запад обманывал. Запад грабил. Запад, в общем-то, выстраивал такие технологии манипулятивные, которые позволяли простых наивных мусульман искренне обманывать. И это обманывал был на системном уровне. Алик, а ты согласен, что такие наивные мусульмане добрые, а какой-то Запад вредит им и во всем проблемы создают? Ну, тут, если говорить о причинно-следственных связях, почему? То, что Запад будет вредить и не успокоиться, если мы Западом называем христианскую, и сейчас уже сами иудеи так хотят, чтобы их тоже назвали западной цивилизацией. Вот. Аллах, Субхан, в Коране говорит же об этом. И не будет тобой довольны ни иудеи, ни христиане до тех пор, пока не последуете вы их религии. Вот. Поэтому недовольство, неприятие нас как... Или рассмотрение нас как некий деструктивный какой-то элемент, там уже, ну, детали неинтересны, да. То есть считает ли из них кто-то правда, что мы зло. Вот я же был когда-то немусульманом, я считал, что мусульмане – это зло. Вот. Вроде бы ничего плохого я же не делаю, я правда так считаю. Но в совокупности, да, будет это неприятие, и оно в чем-то будет выражаться в любом случае. И то, что транслирует сегодня западная мысль вот так вот на витрину, то, что они непредвзяты, что они такие глобалисты, либералы, и что они всех принимают, черных, белых, геев и не геев, да. На самом деле это вот просто там для людей. Вот. Но там в корне, если туда копнуть глубже, я вот хотел тоже как раз такую заметку сделать, когда Руслан сейчас говорил, что про конспирологию. уровни этой конспирологии, если сделать самую начальную, допустим, отправную точку – это мысли человека, то, возможно, картина не сложится. Но есть же иблис, который наущает, и не всегда конспирологи сидят и с иблисом за одним столом рационально все обсуждают. Есть на уровне внушения что-то, и поэтому соблазн нанести вред той части этого мира, ну, скажем, мусульманам, потому что они меня просто бесят, его исключать нельзя. Вот просто его бесят мусульмане. Это уже там разговор другой, почему. Опять-таки, возвращаясь к себе, у меня вот был родственник очень близкий, она же моя родственница. Очень близко, и я прям воспитывался вот чуть ли не на ее руках. Когда я принял ислам, ее просто стало вот, она просто в бешенство приходила, когда мы что-то вот об исламе говорим. Хотя я никогда не занимал позицию активного даватчика. Для меня было вначале, лишь бы меня никто не трогал, спокойно дали бы мне жить как бы. Вот. Но она приходила в такое состояние иногда, входила в такое состояние, что я не мог подозревать, что она может ко мне так относиться. И я как-то ее остановил, спросил, я говорю, ты понимаешь природу своего гнева, ты видишь, как тебя вот, ну прям, потому что у нас не было никогда такого, вот когда я ее ослушивался или нет. А вот тут, и она вот так остановилась, и как бы, говорит, не знаю, но, говорит, меня это все бесит. А я уже такой же подкованный, я уже знаю, что этот мир, в том числе, там есть и близ, как бы, да, и есть джинны, которые наущают, да, шайтаны среди них. Вот. И для меня это понятно, картина складывается, то есть, поэтому я не исключаю, там, конспирологию. Другое дело, когда ты проспал утром на работу, а потом валишь кого-то на свой неуспех, что тебе евреи не дали это вот сделать, это уже другой вопрос, да. Ну, это родственница, это тут, при чем тут запад? Это же, запад-то в этом не виноват. Я думаю, это как раз больше не к юблису, а, наверное, к нафсу относится. Все дела же от намерений, поэтому у кого какие намерения, какие настроения, и на чем люди строят свое. То есть, мы же сейчас говорим, можно ли допустить, что на самом деле на Западе есть вот некая объединенная позиция, осознанная, рациональная, против исламской цивилизации. Я очень легко это понимаю. Нет, я думаю, она есть, или только на Западе. Более того, я не поверю, что такого соблазна не возникнет у людей. Не только против мусульман, а вообще поуправлять чем-то. Это как Руслан начал. Ну, в том-то и дело, что я как раз хотел сказать, что дело может быть не в конспирологии, а что, ну да, есть какие-то разные силы, разные группы, цивилизации, власти, чиновники, цель которых управлять и какого-то обеспечить благосостояние, благополучие для себя лично. И они не думают специально вредить мусульманам, просто потому, что они мусульмане и просто потому, что они хотят вредить. Ну, просто есть в мире какая-то конкуренция, борьба. И это, в общем, нормально. И этим же сам занимаются сами мусульмане. Просто то, как это мусульмане делают, это гораздо хуже по качеству, чем это делает Запад. И в этом вся проблема. — Собственно говоря, надо исходить из того, что ислам является частью и осью всей истории. И, естественно, западный мир, который фактически объял все и вся, то есть там объял остров Пасхи, остров Святой Елены там и так далее, и так далее, но есть исламский мир, который как гранит, они не могут его переварить, потому что исламская улица, исламские заповеди, Куран, да, ну, ты его не можешь переписать. А поэтому создаются всевозможные такие алгоритмы манипуляции. Если не получается, то моментально организуются какие-нибудь боевые действия, провокации. Ну, вот мы же видим, что весь исламский мир, он буквально в огне. А нам объясняют, да потому что мусульмане — это дикари. Но елки-палки. — Жить по-другому они не могут. — Не могут, да. — Ну, а вы прям убежали, что эти все боевые действия прямо вот Запад организовал там. Запад, что называется, по-нецшански действует, да, подтолкни, если видишь, что человек нестабильно держится. Ну, давайте посмотрим. — А зачем это надо? — 1500-й год, например. — Не, ну, если вообще взять вот современные конфликты, стороны противостояния, там обязательно есть сторона, которую Запад взрастил, утвердил в виде, да, там полосеколониального... — Все автократы — это Запад. — Это же не... — 1500-й год ВВП Исламского мира Османской империи превышало ВВП Запада. — Кстати, водички. — Пожалуйста. — Да, ну вот проблема-то как раз в том и заключается, что с того времени сильно все изменилось. И сейчас как раз-таки, как бы мы ни рассуждали, там, да, про какие-то метафизические противостояния, какое-то политическое, там, какой плохой Запад, но миллионы мусульман, что называется, голосуют ногами, и они едут-то в этот самый Запад, чтобы жить там, наслаждаться и пользоваться равными правами, демократией, законностью, там, частной собственностью и все остальное. То есть как бы на практике что-то не бьется, Руслан. — А я напомню, вернее, я попытаюсь объяснить. Это очень хороший довод, который часто приводит. Вы критикуете, ну что же вы туда едете, да? — Да. — Собственно говоря, это связано с чем? Что Запад, начиная с эпохи колониальных открытий, с колониальной эпохи, он оккупировал земли мусульман, не только мусульман, вытягивал ресурсы. А великая, так сказать, промышленная революция, трансформация Запада произошла за счет грабежа Индии, мусульманского мира, Центральной Азии. Высасывались ведь не только ресурсы, но и мозги и так далее. Дальше они установили свои колониальные... — Система образования была уничтожена практически. — Они восстановили своих вот этих вот тиранов, да, тагутов небольших, которые работали на пользу их. Когда говорят, ну а где же ваши нобелевские лауреаты? Это вот часто приходится слушать. Отвечаем следующим образом. — Они были там, я извиняюсь, когда вы к нам еще не пришли. — Они еще не пришли, да. — Да, вот они у нас были. — Давайте посмотрим. — Тогда не было нобелевских премий. — Не было. Вот это первый момент. Второй, ведь все даже самые упертые европейские историки-ученые говорят, что да, исламское влияние на преобразование Европы как научного интеллектуального центра просто неоспоримо. Ну невозможно спорить. Медицина, наука и так далее. Я уж не говорю новые направления науки, астрологии и так далее. Второй момент. Действительно, когда эти наши страны-земли были оккупированы, разве им было до научных знаний далее новая эпоха. Когда тебя каждый день бомбят, ты, чтобы открыть условно школу, должен проделать такой огромный путь. Но нобелевские лауреаты — это же не школа, это фундаментальная наука. Запад высасывает себе мозги. Посмотрите, что происходит в Великобритании и в Соединенных Штатах. Пакистанцы, палестинцы, физики, химики, врачи и так далее. Они высасывают эти мозги. Действительно. Следующий момент. Ну, они ли высасывают, или просто сами мусульманские страны у себя имеют такие режимы, которые делают жизнь людей просто невыносимой? Вот я и говорю, это как посмотреть. Да, кстати. Это как посмотреть. Ведь вы создали условие, как у Дона Корлеона, от которого вы не сможете отказаться в предложении. Вы сделали ситуацию невыносимой. Естественно, человек хочет эту ситуацию поменять. И он едет туда. То есть, это целенаправленная конспириси. Они подставляют ситуацию таким образом, что вам ничего не остается, кроме ехать туда. А дальше они от вас требуют, чтобы вы растворились в их либеральном мире. Они говорят, ну, ты же сюда приехал. Но мы же мусульмане, мы исходим из того, что вся земля принадлежит Аллаху. И нету никаких границ. И не может их быть. Эти границы начертил нам Запад. Посмотрите. Алжир вот такой. Вот такая линейка. Ирак вот такой. Ну, понятно, что эти... Египет вот с такими вот... Ну, тут я вообще думаю, важно возвращаться все-таки. Окей, лес горит, звери оттуда бегут. Вопрос, кто поджег лес? А нам сейчас говорят, смотри, ну, а же постоянно там леса горят. Вот это же вы там виноваты. Кто сказал, что мы в этом виноваты? Когда у вас не было, никакие леса тут не горели. И у меня недавно был разговор с преподавателем истории. Я вот заметил, это была женщина, она лет 50 историю преподает. Я заметил, что каждый раз, когда речь заходила о мусульманах, у нее вот такое как бы... Такой иджма в голове, что, а, ну, это же там, это же все дико, жестоко, страшно там. И я решил эксперимент провести. Я говорю, вот, вы же историк, вы же апеллируете фактами и датами. Можете мне назвать факты исторические, подкрепленные датой, где мусульмане устраивали войны, где было массовое убийство людей. Вот я со своей стороны могу там, просто там Вторая мировая, Первая-Вторая мировая война, там количество известно. А вот про мусульмана есть такие данные? Потому что ваше отношение, что это чуть ли... Вот мусульмане, а потом фашисты, мусульмане, а потом уже белые люди по жестокости. И она так подумала и говорит, ну, говорит, нету, дать нету, но это же, говорит, известно. Ну, это понятно. Да, я говорю, кому известно? Вот мне неизвестно, вы историк, скажите мне. Она говорит, ну, нет, таких данных нет у меня вот так, прямо вот на вскидку. Я говорю, а можно я продолжу? Но ощущение же, что мусульмане все-таки жестокие кровопийцы есть же, оно же осталось убеждение вот сейчас, оно же сейчас не подверглось сомнению у вас в голове. Она говорит, нет. Поэтому это вот такой момент, когда там, я же говорю сейчас, сами мусульмане, судя по комментариям, вот на фоне Газы, а сами мусульмане приняли уже то, что мы дикари. Вот мы дикари, кровожадные, и ну, давайте не будем сейчас оголтело винить Израиль, потому что мы же дикари, и вот это же видно, что мы дикари. Я вот как раз, если позволите, развивая тему с историей, хочу напомнить, может, кто не знал, прояснить. В 1095 году, когда папа римский Орбан II в Клемонте, где он сидел в французском, объявил крестовый поход против мусульман, ну, это объяснялось там освобождение храма Господня, и крестовый поход он стал позже называться, в Хатагнете они там назывались, не суть. Так вот, когда крестоносцы пошли в Иерусалим нынешний, что они делали? Они начали грабить еврейские поселения дунайских евреев и рейнских, германских евреев. И все это происходило вплоть до середины XX века. Крестоносцы, христианский мир просто уничтожал иудейский мир. И кто их защищал? Мусульмане. Так они по дороге еще и Константинополь штурманули. Взяли, да, это попозже. Они взяли Константинополь, пограбили. То есть не только евреев, еще и православных, восточных христиан по дороге. Собственно говоря, почему первые... Ну, они же там так верят друг друга, католики и православные. Первое десятилетие исламской эры, почему очень многие жители Египта, Сурии начали принимать ислам, монофизиты, христиане монофизиты? Потому что они видели, во-первых, что ислам это единородная сущность аврамическая, а во-вторых, потому что их притесняли собственные же правители. То есть это не так, как вот мусульмане вынуждали принимать ислам. Ни один серьезный историк европейский говорит, ребята, это чушь. Мусульмане не принуждают. Если принуждали, он отходил сразу там. Мусульмане ушли, он ушел от ислама. Или помните, вот эти марийские, или же... Ну, либо конвертировался в ислам. Ну, это все понятно. Мы ушли уже какой-то крестовым походом. Вот я слушаю, ну, вот впечатление такое, в общем, складывается вот из ваших объяснений. Вот он лично у меня. Вы уж не обижаетесь. Но что вот есть такие вот наивные, добрые, чистые, простые мусульмане. И они как бы вообще в этом мире ни за что не отвечают, ничего с собой поделать не могут. Вот они... И вот какие-то вот со стороны им кто-то все вредит. И они ни в чем не виноваты. И они вообще несут ответственность за свои действия. Все только вот кто-то со стороны приходит, и им как бы вот по башке дает постоянно. Все им вредит, чтобы они не делали. Все им портят. Мы заставили свои 5-5-5. То есть непонятно. А где вообще мусульмане тогда? Они сами себя что представляют? Они что-то умеют делать-то? Или только вот все, что хорошее и плохое, это все только вот запах. Только жалоба, да? Конечно, нет. Шейх хотел сказать. Мусульман, что какую-то ответственность несут за себя, за этот мир тогда? Можно я? Вот все, что обуславливает расцвет и движение какой-то цивилизации вперед и вверх, нам, мусульманам, навязано как преступление иметь государство. Это исламизм, да, там, исламисты. Получать, например, это государство или образовывать его со всеми атрибутами, чтобы там была своя армия, чтобы было там, я не знаю, свое ядерное оружие. То есть любая попытка сделать так, как бывает обычно, вот сейчас современный мир, да, там, никто же не называет демократистами американцев за то, что у них есть авианосец. Нету такого термина вообще негативного, демократиста. А исламист есть. Вот будет у мусульман попытка сделать, вот как сейчас у Эрдогана, попытка сделать какую-то армию свою сильную, какие-то атрибуты проявлять, имея стержень исламский, он сразу становится исламистом и поэтому все это вот так выглядит, то есть все, что нужно для того, чтобы мы свободно и спокойно выглядели вот так достойно в мире, оно уже вот этим миром современным, там, и западным главенствует, оно названо уже негативными какими-то клише. Это исламисты, джихадисты, еще кто-то там. Естественно, вот в таком удрученном и состоянии сами себя же обвиняем, когда есть какие-то попытки выйти вообще из этой матрицы, то есть нас загнали вот в эту матрицу какую-то и традиционные мусульмане и всякие там ордена суфийские, все, они все хором и вот весь там мир вне и вот эти вот составляющие, они это считают вот таким непозволительным, недозволительным и вообще неправильным, естественно, да. Ну, а что, ну, хорошо, пусть считают, вот, собственно, мы тут при чем, мало ли кто там что считает, это нам как мешает самим развиваться, учиться, зарабатывать там и строить, созидать. А вот так и мешает, а вот так и мешает, что мусульмане сами массово думают, что вот эти вот кнопочки, вот, которые... Ну, пусть не думают. Я просто хочу сказать, что, наверное, все-таки, в первую очередь, надо самих себя ленить, а не кого-то другого. Ну, если так глубже, как бы, если ты об этом, то да, конечно, Аллах, в Коране говорит, что все, что вас постигает из бед, это по причине того, что ваши руки садили. Конечно же, и пророк Саласам говорил, что Аллах никогда не даст покровительство кафирам над мусульманами. Это все вина мусульман, это все вина, это все по причине несоответствия мусульман пророческому пути. Окей, понятно. Я просто не думал, что мы сейчас об этом говорим, что нужно сделать и чему нужно соответствовать, чтобы выйти из этого кризиса. Да, это грань немножко другая, но вот, если позволите, Ренат, значит, даже сам термин фундаменталист, сейчас, который применяют в отношении ислама, ну, это западный фундаменталист, да, это запад в отношении протестант. Это первая действительно. А второе, вот то, что вы говорите, почему мусульмане не обретут политическую субъектность, это большая тема, действительно, проблема, в том числе и в нас. Ведь запад, который строится на римских принципах, ну, по крайней мере, Соединенные Штаты, точно, Европа, Европа, так вообще, в общем-то, создана Римом, и, в общем-то, католическая церковь так и называется, римская католическая церковь, да, как известно, просто выросшая из этого. Вы помните, исходили они следующего, вы дивидет имперо, разделяй властвуй, в общем-то, да, это происходит, разделяет мусульман, нарезали нас вот на эти, да, разделили, стравливают, все это присутствует, да, не только в нас проблема, не то, что вот я не люблю вас конкретно, да, это сознательно действует и действительно промывка. И следующий очень важный момент, который, что я их упомянул, не дают вырасти, ведь, по сути говоря, ядерная бомба, это технология 30-х годов, которую фон Браун в Германии разработал, потом взял Советский Союз, 30-е годы, его не дают нам ни Эрдуану, ни Турции, ну там Пакистану дали, там понятно, особая история, то есть сдерживают, на самом деле, попробуй ты сейчас заяви о том, что вот я хочу создать там рынок финансовый, который работает только на золотом динаре, что будет? Более чем убежден, что будут бомбить, потому что это невыгодно. Ну опять же, вот мы все вокруг одного и того же крутимся. Ну да, я согласен, Запад, в первую очередь США, выполняет роль такого глобального жандарма, полицейского, даже так скажем. Да, это как бы такой вот мировой гегемон, ментор. И это грязная работа. Естественно, когда ты такое положение занимаешь, то всегда будут недовольны, потому что ты арбитр, естественно, кто-то прав, кто-то неправ, кто-то неправ, всегда быть недоволен, что вы не в его сторону рассудили. И просто я о том, ну не будь сегодня Запада и США вот в роли этой. А во что превратится эта планета? Ну если США уйдут с Ближнего Востока, начнется глобальный конфликт, там, да, уйдут они с Юго-Восточной Азии, уйдут они из Кореи. Ну просто весь мир перестанет, видимо, существовать через 20 лет. Поэтому, да, это плохо, Запад. Да, его демократия, она плохая. Да, капитализм, это плохо. Ну просто современный мир такой, что лучше никто пока ничего не предложил. Да, я согласен. Это, как говорится, тюремщик плохой, но он, по крайней мере, дает тебе баланду с миской, да, покушать так, что не ругай его. Ну я бы не сказал бы, что вот то, что Запад делает для этого мира, это можно сравнить с баландой с миской. Все-таки за 20-21 век население планеты увеличилось на несколько миллиардов. Это и уровень жизни в целом на планете улучшился. Да, я понимаю, причина следственной связи. Понимаю причину следственной связи, но вопрос ведь не в этом. Мусульмане же не исходят из того, чтобы хорошо жить и пряники есть на Синаде. Ага, вот как раз эсхатологическое чайное. Да, вот в чем Запад эсхатологически вреден и опасен. Значит, если позвольте, Ренат, я хочу как бы вот вкрапление небольшое сделать. Ведь когда была Римская империя, да, поликалом которой, ну по сути говоря, современный Запад держится, это действительно было очень в этом смысле гуманное и очень комплементарное по отношению ко всем религиям, которые там были. И к иудеям, кстати говоря. Но что случилось, когда они пришли в Иудею, так называемо? Значит, римский наместник говорит, сейчас мы будем ставить здесь идолы Тита, императора, возле храма, значит, их скини, где хранится. Они говорят, ну это невозможно, мы единобожники. Слушайте, ребята, ну что такого? Вы хоть что делаете? Мы же вам даем исповедовать свою религию. Ну поставьте, что вам жалко, что ли? Возле входа в храм два истукана. Они говорят, да никак нельзя. Ах вы сволочи, вы не уважаете наши законы. После чего началось. Так же, когда джемат Иса, алейхи салам, ведь то же самое было, им говорят римские чиновники, вы верьте там в своего Иисуса, что хотите, проблем нет. Но вы должны императору и Юпитеру давать немножко, как говорится, садака там, да? Это нормально. Говорят, это формальность. Они говорят, да нет, ну это широк нашим словам вражения. Мы не можем, это богопротивная вещь. Ах вы экстремисты. И Запад сейчас то же самое делает. Он говорит, ну вот примите ЛГБТ, ну уж пресловутые, да? Что вам стоит-то, ребята? Он говорит, да не можем это, мы не можем. Ах вы дикари. Это же то же самое матрица. Они говорят, это же вот ничего не стоит. Но для нас это смертельно, то есть это выход фактически в нашей религии. Ну и потом Ренат упомянул, как результат продления жизни там или еще чего-то. Это же тоже не абсолютная ценность продлить жизнь. Продлить жизнь биоматериалу, чтобы он побольше, подольше покупал тоже как бы вполне... Нет, ну почему? Сохранение жизни это одна из целей шариата. Ну сохранение, но не продление. Не самоцеление. За какую цену? В начале 20 века там пять из новорожденных детей там условно говоря умирали. Потому что была плохая медицина. И по уровню там голод был, Постоянный спутник. Хорошо, да. Эти все вещи... Ситуация значительно улучшилась. Они же... Как бы глубинка планеты. Я чуть с другой стороны покажу. Обеспечить сто лет жизни среднему человеку, который одинок, да, это так себе еще ценность. То есть это не является абсолютной ценностью сто лет жить. А есть еще какая-то мораль, да, которая должна присутствовать. И когда Запад там продлевает кому-то жизнь, но обрекает его на одиночество, что он будет доживать в доме престарелых, это тоже уже сомнительная такая ценность. Поэтому, наверное, это надо все смотреть в комплексе. Вот когда ты говоришь благодаря Западу, а может быть и не за что там благодарить. Мы там... Очень часто бывает в жизни, что... Ну, как комфорт. Комфорт, который обеспечил себе человек, а теперь борется с тем, как лишний вес сбросить из диабетов. Тоже так себе. Вот все, что мы используем, вот даже в данный момент, вот там микрофоны, вот макбук, вот одежда. Все это, вся современность создана Западом. И? И, ну, мы как бы этим пользуемся. И, например, говорим, а вот Запад нам вредит. Ну, ханцкан, потом все виноваты, и вообще нам отнимают. Мы такие святые. А почему мы не отдаем тогда должность, что вот это все было до этого создано Исламом, там, Востоком? Исламскими математиками, Исламскими логиками. Исламскими логиками, да. Во-первых, это было очень давно, с того времени уже тоже многое изменилось, и обычно вот там, как медицину приводят, например, там вот даже сам термин медицина, от имени Ибн Сина произошел, метод Сина, но сам Ибн Сина умер, по-моему, от гастрита, то есть его уровень познания в медицине был очень низкий. Но они просто развили. В то время сильно все изменилось, да. Просто методология, да. И, в общем, Запад как бы не отрицает эти достижения, просто он их дальше углубил. Я как раз вот хотел, перешел как раз к тому, что хотел сказать. Может быть, вопрос-то как раз в том, что есть некая, как бы вот, так назовем ее, как бы традиция, методология человечности, да. Это равенство, это справедливость, это там возможность зарабатывать, как наука, стремление к знаниям. Ну, то есть рациональные, разумные, понятные всем вещи, да, вот, которые создают нормальную человеческую жизнь. Но ты, когда говоришь о Западе, ты хочешь вычленить хорошее там. То есть, конечно. Да, то есть вот смотри, люди, которые придумали компьютер, если они находятся во власти как смотрители, как смотрящие этого мира, все-таки создали систему, где каким-то людям приходится миллионами погибать, вообще непонятно за что. Вот сказали там, химическое оружие, все, поехали, побомбили, там, это же тоже все под присмотром Запада делается. И вот для меня, например, не обратить внимание на деколитры крови, которые пролиты, и признать заслугу, что человек красиво выглядит, у него белый воротничок, и он мне еще и айфон сделал, вот мне мешает это, ну, как бы, потому что я, наверное, как-то в общем привык оценивать. Понимаешь, вот человек, например... Ну, Али Хаджин, ну, мусульманские правители, вот современные диктаторы, так они поубивали мусульман во много раз больше, чем какой-нибудь Запад. мусульманские правители не поубивали так. Есть Израиль, да, там, с ним все понятно, но за сто лет во всех войнах, которые вел Израиль со всеми арабскими странами, погибло сто тысяч человек. Так Асад за семь лет в Сирии убил несколько раз больше. А зачем ты Израиль берешь? Почему ты весь Запад не берешь? Ну, я как для сравнения, но если взять все, там, взять Саддама, там, я не знаю, Каддафи и всех остальных этих деятелей и посчитать, то, может, то количество людей, которых они угробили, это перекроет все жертвы запады. Ты их обозвал мусульманами и предлагаешь принять... Ну, это же мусульманские правители, как бы, да, это же производные мусульманских обществ, если они же существуют, они же тоже не... Вашингтон же их туда забросил, или из Москвы. Во-первых, Париж забросил. Все находящиеся в структуре БААС, как известно, БААС – это просто национал-социализм, чисто немецкий проект. Так же, как и... Так, значит, Гитлер виноват тут уже. Нет, Гитлер не виноват, это как бы не Таняху, мы помним, перед агрессией в отношении Газа, вы помните же, он выступил в ООН, сказал, что Холокост, ну, шоа, на юрите. Да, помню. Придумали палестинцы, потому что, якобы, товарищ Гитлер встретился с Аль-Хусейни, с муфтием. Ну, это демагогия, да, и все это понятно. Но, собственно говоря, и тут отрицать нельзя, эти правители, они плоть от плоти обществу мусульманскому. Ну, как сказать, они навязаны и поставлены все-таки под присмотром, да, то есть это люди, отрицавшие ислам. Извне, но в основном они имели массовую поддержку. Да, я хочу ответить на другой момент. Вот что Запад очень много дал, да, но модерн Западу дал ислам, потому что в исламе были равноправия, в исламе были социальные права, больницы, школы, и все, что мы говорим, вот модерн, это все было исламское. Потом пришла колониальная система, и она, естественно, это все уничтожила на корню, да, и вы помните это известно из речения, что в халифате можно было пройти девушке от одного конца до другого и не испытать никаких сложностей. То есть как такое получилось, что цивилизованные люди стали дикарями, так не бывает. Не может человек грамотный одномоментно стать идиотом, такое не бывает. Не, ну, бывают подъемы, упадки цивилизации, как бы это нормально. Я как раз хотел сказать, что, может быть, вот есть некая традиция, так условно говоря, человечности, вот фитра такая, которая включает в себя какое-то там равенство, справедливость, законность, поддержку слабых и так далее. Когда-то мусульманский мир ее продвигал, сам был ей проникнут, но на какой-то период почему-то он ее утерял. И это подхватил Запад, и на этом укрепился, и сейчас как бы находится в том положении, в котором находится. Может быть, в этом дело все, и просто то, что мы проиграли. Все, можно. Сами себя проиграли. Откомментирую. Давайте так, чтобы это правильно понимать, нужно разделить самого человека, его сущность, на составные. То есть, у человека есть фитра, у человека там есть разум, у человека есть рух, а у человека есть джасад, да, тело. И всякий раз, когда фитре дается свобода, вот как Пророк Соласом говорил, вот в том хадисе, который я упоминал, что каждый человек рождается на фитре, а имелось в виду, что значит он рождается правильным, хорошим, как бы это. Всякий раз, как фитре дается свобода, там, посредством обдуманного, обдуманного рационального движения к ней, или просто вот люди не думали об этом, там, ну, жили по фитре. Там бывает гармония, там бывает хорошо, там бывают полезные, такие штучки появляются сразу, красивые и в морали, и в действиях, в науке и так далее. Но человека же оценивают все-таки по результату, чего в нем больше, что в нем преобладает, и в судный день же тоже будут взвешиваться грехи и благие дела. И вот тут, например, западный человек для меня, вот я понимаю, знаешь, это странно звучит, вот если кто-то и не имеет в этом мире право говорить о морали и о добродетель, то это, наверное, белый человек. То есть по количеству убитых людей, по количеству горя, причиненного людям. И вот этот западный человек, если его там рассматривают, откуда он там, с севера откуда-то пришел, да, и вот это вот спокойное отношение к убийству людей, там, сколько там, индейцев, там, да, в Австралии сколько людей убили. Интересную такую заметку недавно слышал от одного из, кстати, он профессор американского университета, но он сириец, он такую вещь сказал, что вот корабли же, говорит, не западные люди придумали, да, до них были тоже корабли, и вот люди плавали там, и были, говорят, какие-то империи, вот китайцы, например, вот поплыли они в Африку, им не пришло в голову их всех убивать, вот порох, говорит, тоже они придумали, но не пришло в голову прийти и всех убить. Они там жирафа взяли себе, зебру там повезли, послов повезли туда, к себе, в Китай, и, ну, как бы им был интерес, у них, говорит, не было вшито, что вот можно прийти и всех вырезать просто, да, там перебить. Вот как только, говорит, западному человеку попался порох в руки и корабли, они поплыли, всех индейцев убили, поплыли в Австралии, аборигенов всех перебили, поплыли там в мусульманские страны, Каландия, кого перебить не смогли, индусов решили сделать, ну, один только вариант, будешь такой, как мы, как бы будешь по-нашему представлять этот мир. Вот, поэтому для меня это... Ну, вот Китай, это хороший пример, в том смысле, что сейчас-то Китай как раз устроил такой концлагерь для уйгуров, который там на Западе за всю историю. Как раз вот этот флот, про который сказал шейх, это очень примечательно, я люблю этот пример, всяческий раз его привожу, потому что уровень той технологической оснащенности, который был в 14 веке, когда они снарядили вот эту огромную экспедицию из 20 тысяч человек, Запад достиг только к середине 19 века. Корабли, которые превышали, каравеллы, Колумба, Христофоров, пять раз по водоизмещению и так далее. Действительно, они приехали. Кстати, главный полководец был мусульманин, китайец. И когда они приехали на Африканский Рог, они там дарили и так далее, то есть они говорили поклоняйтесь вот нашему императору, на что им мусульманские уже с ума сошли. И они отплыли обратно, после чего Китай закрыл этот проект, уничтожили все судовые журналы и вплоть до 20 века, после падения Маньчжурской династии, эту тему не открывали. Непонятно, почему историки спорят. Но я бы хотел здесь о другом сказать. Проблема в том, что вот это вот гуманизм, который вывернут наизнанку на Западе, они говорят, мы гуманисты. Но действительно, вот уж Шейх сказал, гуманизм вещь, во-первых, в том виде, в котором она есть сейчас на Западе, чужда исламу. Потому что мы создали человека, но тот Хасин Мубин, оппонент явный. Они говорят нам, поклоняйтесь человеку. Мы не поклоняемся человеку, мы его уважаем как сущность, как субъекта. И это всегда в исламе было. Я вот приведу, чтобы заземлить, так сказать, а тут часто меня обвиняют в том, что говорю так, что не очень понятно. Когда случилась, значит, агрессия России против Украины, огромное количество людей из России хлынуло куда? В страны, в Центральной Азии, мусульманские, в Турцию. Что они говорят? Мы нигде не видели такого теплого, радушного приюта, приемах. Люди как бы там в Кыргызстане, как в Узбекистане, как бы они плохо не жили. Но вот я смотрел видео одного парня, русского человека, он написал, говорит, я сижу в кафе расстроенный, негде переночевать. И написал у себя, то ли в Твиттере, то ли в какой-то социальной сети. Мне, говорит, пришло пять тысяч сообщений по локации. Мы готовы тебя принять. Абсолютно чуждые люди. Они поразились. Нигде на Западе этого нет. Хотя Запад, да. Потом следующий момент, который мы должны, на мой взгляд, разграничить, это система Тагута, государственной власти, которая абсолютно вразделена. Кстати, очень важно. И мусульмане джимаатские, которые как были хорошими, добрыми, с исламским адатом, так и остались. Кстати, на Западе надо это разграничить тоже. Это разграничение должно быть. То есть вот это вот то, что называется борьба на Западе гражданского общества и государственной системы. У нас это, понятно, Тагут и джимаатские системы. В этом смысле мы можем найти с Западом общие точки, потому что есть и на Западе хорошие люди, в Скандинавии, например, правозащитники, которые вот, несмотря на сегодняшнюю агрессию, на весь этот гвалт стоят на пропалестинских позициях. Такие люди есть. То есть поэтому, я говорю, надо разграничить, делать этот фуркан. Не всех под одну гребенку, конечно. Ну вот просто замечание. Может, там, конечно, в Твиттере, когда кто-то напишет, ему пять тысяч не приходит предложение переночевать. Это как бы такая часть просто мусульманской культуры как бы предлагать, предполагая, что человек не будет соглашаться, скорее всего. Но при этом большинство почему-то гонимых мусульман едут не в Саудовскую Аравию и даже не в Турцию, а едут в ту самую Швецию. Потому что там реально его могут принять и дать статус беженца и обеспечить ему безопасность. Объясняю, почему. Очень правильная постановка вопроса. Ренат, я отвечаю следующим образом. Вот то, что происходит, например, сейчас в отношении газа. Понятно, что фактически государство Израиль это восстановление Иерусалимского королевства, королевства крестоносцев. Согласен. Спустя 900 лет. Но суть еще в другом. То, что сейчас Запад делает и защищая, например, вот этих агрессоров, это его попытка, как говорят психологи, что называется, замылить свои грехи. Ведь тысячи лет, две тысячи лет они уничтожали евреев, иудеев. Вы помните, каждый король считал за нужным обвинить евреев. Даже Николай II, помните кровь там христианских мальчиков, замешанные в мацу, да? Когда Николаю II принесли, что это бред, он сказал, это тоже еврейских рук дело. Это неправда. Значит, и сейчас они замыливают, согласно фрейдистской психологии, потому что весь Запад нынешний, это фрейдизм, по сути. Но мусульмане просто попали под горячую руку. И нас действительно использовали, потому что мы добрые оказались в какой-то момент. То есть, когда евреи в 40-30-х годах приезжали в Пхилистину, мы же помним, да, вот эти фото есть. Пожалуйста, не лишайте нас. И мусульмане принимали их, да, филахи, простые люди. Они воспользовались, и чем это закончилось? Ну, если уж там брать про Израиль, то скорее главную роль в создании Израиля сыграл даже не Запад, такой капиталистичный. А товарищ Сталин? Да, Сталин. Сталин был частью... Великобритании была против, а США только был сам президент за все остальные элиты И потом Израиль переориентировался, как известно. очень быстро, да. Ну, то есть, это интегральная вещь, потому что Сталин и там Гитлер до этого, да, это один фланг как бы либерального клуба. Один левый, другой правый. Один белый, другой серый. Помните, три веселого гуся? Ну, давайте я вот просто подытожу вот про Запад. Вот у меня кладось впечатление, вот очень часто в России тоже любят говорить, вот был такой хороший СССР, все там было замечательно, вкусный пломбир там был, все там квартиры получали бесплатные. Кстати, с Америки привезли его, пломбир. Да, Микоян привез, Все было так. Вот. И вообще там образование, все книжки читали, ну, вообще раздолье было просто. Вот. И потом почему-то он развалился ни с того, ни с сего. Странно, если такой был хороший, почему развалился? Ну, развалился. А почему развалился? Ну, понятно, американцы, проклятые, англосаксы, все развалили нам. А мы как бы были хорошие, наивные, верили в добро, а они нам нож в спину и все развалилось. Вот то, что мы как бы вот сейчас вот защищаем мусульманский мир с его провалами, вот это очень похоже, объяснение такое, что мы были такие святые, добрые, наивные, а это вот такие враги нам все пришли и развалили. Но тогда вопрос возникает, ну, если у вас так все легко разваливается, то может тогда у вас все как-то было там неправильно устроено, раз все так быстро развалилось, так легко. Или вы какие-то люди глупые, но этот мир, да, построен на конкуренции. Если бы исламский мир был бы на положении Запада, наверное, к нему бы было бы тоже много вопросов, почему он так плохо модерирует, да, вот глобальные процессы. Одна из проблем, что вот эти правила конкуренции сейчас, сегодня, вот одна из проблем мусульманского сообщества, что вот из этого чек-листа, который состоит из правил конкуренции, очень фундаментальные вещи для мусульман, для самих мусульман, вычеркнуты, вычеркнуты вот под вот этим негативным названием исламизм, фундаментализм, то есть вот проблема исламской умы, это разногласия вот в этих вот политических вопросах, вот в увязке с исламом, что и она же, это не новая проблема, и многие ученые говорят, что это и есть корень вот этой слабости, да, когда там Наполеона, как проведение Господня и мессию принимали в Аль-Асхаре, да, он там заехал на коне там в Асхаровскую мечеть, и его эти ордена приняли как вот, ну да, вот оно, вот предопределение, надо с ним мириться и, наверное, в четке добавить больше бусинок, что если мы хотим, чтобы что-то изменилось. Да, он сказал, я буду отставить интересы 300 миллионов мусульман и мусульман. Да, где-то есть и очень неприятные вещи, которые придется, наверное, когда-то сделать мусульманам, чтобы обрести субъектность, как с тем же Израилем и в хадисах говорится, что и камень и дерево будут говорить, да, мусульманин, приди и убей. То есть, в том числе и какие-то убийства случатся, и, ну, должны случаться, наверное, потому что, ну, по-другому этот мир не работает. с той стороны они же идут, вот, например, там, Америка, нам, чтобы защитить свою демократию, надо там пару миллионов человек где-то убить. И все аплодируют, говорят, ну да, если демократия, убить, окей, то есть, если так, а чтобы защитить ислам, нет, тут убивать нельзя, как бы, да, тут не должно быть ни армии, ни автоматов, ни каких-то вот, там, зубы повырывать, как сделали, в принципе, с конфессиями другими. Нашел какую точку соприкосновения, да, чтобы мы не только ругали, что называется, Запад. Есть прекрасный, обращик того, вот, мы вы же начали с куфрологией, да, мы прекрасно должны понимать Запад, знать его. Не только говорить, как сейчас, это фальсофа, это не наша, социология, это не наша, не лезьте вообще, братья, вот, есть хорошие алимы, учите вот их, и все такое. Нет, конечно, надеется, как правок Саваласарам сказал, и в Китае идите за знания. Суть в чем? Западная цивилизация возникла из греческих полисов, из джематов. Полис — это просто джема, да, собственно говоря. Поли — это множественность. И они соответствуют тому миропониманию, потому что, кстати говоря, в Древней Греции патриотами, патриос, называли тех, кто выступал против афинской тирании. В этом смысле, патриот — это не тот, кто любит свой туфрак, землю, там, да, это чужд нам, на самом деле. Мы не поклоняемся земле, мы ее, когда ценим как свою часть. И в этом смысле мы можем найти общие точки, когда полисы выступали, как известно, против парфянского государства, против персов, которые были тиранией того времени, да, и 50% населения всего мира жили в Персии, как известно. Кстати, это союзничество и в хадисах предсказано тоже. Поэтому есть точки соприкосновения. Мы поддерживаем те здравые силы на Западе, антитиранические, антидеспотические, которые хотят нормальных союзнических отношений с миром ислама. Мы же не приходим ни в дом там к финнам и не говорим вот то, 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 то делайте. Ну, живите своими, да. И, собственно говоря, ведь большинство христиан и вообще евреев сохранились. Почему? Потому что мусульмане дали им политическую крышу, они платили джизью, да, и не участвовали в войнах. Они говорили, это ваши войны, дорогие друзья. И мы соглашались. Сейчас мусульмане, которые приходят в Европу, это, по сути говоря, долг Европы по отношению к тому, что мы сохраняли им. То есть не разрушали церкви, вообще никогда не было. Или то, что творилось, например, в Азербайджане, вот, знаете, в Карабахе, да, что делали из мечетей? Хотя один факт был бы, чтобы мусульмане так поступали? Нет. Или в родном моем Татарстане, да, ну, ты знаешь, прекрасно, да, после крушения, значит, Казанского ханства, сейчас на фундаменте мечети построены церкви. Никогда такое у нас не было, то есть не разрушали. То есть Западу есть чему поучиться у нас, той самой толерантности. вы уже на Запад уже и Ивана Грозного, и армян повесили. Я вот с другой, но проект запада, на Запад. Ведь, вот мы как бы говорим, вот Запад там, вот... А давай разделим, ты когда говоришь о Западе, ты говоришь о западных людях, или ты говоришь, например, о западных правительствах. Это же немножко разные вещи. Нет, вообще надо определиться. Мы как бы с этого и начали, что надо нам понимать вообще, что такое Запад, и его определить. Есть как бы Запад как некая метафизическая идея, какая-то вот религиозная, фактически, идеология, может быть, даже уже не христианская, а постхристианская. Постхристианская, скорее. А есть Запад как понятие географическое, какое-то культурное, там есть внешняя политика Запада. Ну, я все-таки считаю, что... Есть внутренние устройства западных стран, которые всем нравятся. Я думаю, что Запад все-таки это не какая-то единая вот такая вот ткань. Все-таки я бы разделял и очень как бы серьезно разделял бы между группами, которые владеют Западом, точно так же, как и какими-то другими странами, когда они когда-то колонизировали. Западом, западным обществом. И западный человек, западные люди вот с теми хорошими маркерами, о которых ты говорил, да, и которые там упоминались и пророком Мухаммадом саллаллаху алейкумсалям. Вот. Если мы этого разделять не будем, то мы вот как с артутным шариком будем. Тут нажал он туда. Ну, для этого нам и нужна, вот как есть востоковедение на Западе. Нам надо свое западоведение. Это вообще запад, как бы, географически брать. Опять-таки, это очень интересный момент, действительно, очень важный. Вообще, идея разделения, да, но Киплинг сказал, что Запад это Запад, Восток это Восток, им воевать, но никогда не сойтись, да, известный колониальный писатель, как известно, идеолог колониализма один из. Так вот, идею того, что есть Запад и есть Восток, конкретно прописал Папа Римский первый Орбан в 1807 году, по-моему. Для чего? Для формулирования задач по противопоставлению, да, вот, нас и их. Ну, на самом деле, это было уже до него, было, я согласен, за 300 лет в исламском мире, у Мухаммада Шейбани, который разделил мир на дару аль-Ислам, дару аль-Куфур там, да, но у Геродота была. Она не была инновационной. Но она была не географическая, то есть до этого была географическая. Нет, это хорошо сказать, что у мусульман уже была эта идея у самих. Да, но они взяли ее у Геродота. За 300 лет. Тут важно понимать, что мусульманское восприятие же мира, это в первую очередь принятие концепции вот этой преемственности, и как Устас тоже сказал, что некий стержень, то есть ислам не в смысле цивилизационном, там 15 веков назад появившемся понятии, да, а ислам как суть сама, да, это стержень, и мусульмане его проносят, то есть мусульмане чувствуют себя некими последними такими магиканами вот в истории, которые должны вот перенять и пронести дальше до конца существования этого мира этот стержень, и поэтому когда делят мусульмане на своих и чужих, это не совсем то, когда делит кто-то другой на своих и чужих, потому что кто-то отталкивается... Почему? На самом деле логика вот католическая в то время, она очень похожа. Нет, у нас же свои христиане, у нас свои христиане, которые принимают ислам, понимаешь, они тоже свои. Но если они принимают ислам, они уже не христиане тогда. Да, но являемся ли мы своими, можем ли мы стать своими, ну, не мы, а там, скажем, условно, арабы с темным цветом кожи, с коричневым, стать своими и на западе массово. То есть вот здесь мы можем, как бы, в истории исламской, такие, ну, скажем, вся западная Африка стали своими, вся Сирия стала своими для исламской культуры, потому что они ее приняли либо как главенствующую и остались христианами, либо стали мусульманами. А вот там понятие свой-чужой, там где-то на крови, на цвете кожи замешано. Поэтому запад немножко по-другому подходит к понятию свой-чужой. Если мы вообще углубимся, что их, то вообще, как бы, эзотерический запад это все-таки Мицераим, да, это Египет. Собственно говоря, Финикия, это Сирия, из которой потом вышла цивилизация. Поэтому они и стеллы, наверное, таскают везде за собой по всему миру. Это первый момент. Второй. Я как-то всегда исходил с уже запада, это такая дуалистическая, скорее вот метроистская какая-то традиция. Ну а метроизм откуда взялся? Это персидская же. Ну это переднеазиатская. Ну не египетская. Нет, а изначально это египетская, потому что это идея о том, что запад это зарастрийская такая, вот это метроистская традиция. Ну это дуализм отдельно, но египетская традиция, которая перешла к Вавилону и Осирии, от Осирии она перешла к персам. Ну может она, если там совсем уходить глубоко. Четкой линии. Но смысл-то в чем я хотел сказать? Что идею расового превосходства вообще придумал великий философ современности товарищ Эммануил Кант, который ввел понятие расы. До этого никаких расов. Мусульмане разве делят на расы? Нет. А идея того, что есть варвары, ну барбарус по-латински. Ну ислам не делят, а многие мусульмане это очень даже делят, особенно сейчас. Это потому, что наследие как раз таки запада, да? Запад. Но он классифицировал. До этого мусульмане не знали, что есть классификация желтые, зеленые, красные и так далее. Ну до 19 века и на западе особо. Я к тому, что, ну и правильно, потому что Канта внедрил, а дальше потратил наследие нового времени просто. Габина и дальше Честерленд, этот британец, да. Суть в том, что мы живем, нам навязали западную матрицу, мышление, да? С одной стороны, мы мыслим в их категории. Это к вопросу о том, что нужна исламская антропология. Нужна. Нужна. Вот в этом-то нужна исламская социология. Не они навязали, а мы ее-то приняли сами. Вот именно. А теперь виним в том, что кто-то нам это навязал. Ну и правильно, оно же не соответствие. Оно же не соответствие. А нам говорят, нет, или вы принимаете и давит, давит, давит. Ну или, например, говорят, значит, вы должны принять западную систему ценностей, да? Принимать западную систему ценностей. Помнишь, это известная шутка, если у вас нет демократии, мы вылетаем к вам, да, словами Буша? Значит, она не работает. Ну, проблема в том, что есть как бы западная внешняя политика. Вот эта вот шутка, она глубоко лицемерная, потому что запад на самом деле никакие демократии нигде не устанавливает. Есть одно дело, внешняя политика западная, да, глубоко недемократическая, недемократичная. А есть устройство внутреннее, как они живут у себя внутри. Вот если бы они во всем мире делали бы там так же, как внутри, то, может, и проблем и не было бы никакой. Потом очень интересный момент, опять-таки, вопрос схождения. Соединенные статы организовали протестантские, пуританские, радикальные общины, да, то, что называется современным языком салафы такие, протестантские салафы. Там были страшные вещи, описывать не буду. Собственно говоря, они и противостоят американской государственной машине, как известно сейчас. Это джематы, которые очень близки нам. Например, у меня знакомые живут в маленьком американском городочке, да, кампус, там есть все такое. 40 тысяч человек. Значит, там 17 протестантских церквей и 8 мечетей. 8. Там иранская, илеванская, и так далее, и тому подобное. Вообще проблем нет. То, что касается, потому что верующие, единобожники, они принимают друг друга. Протестанты все-таки наиболее близки мусульманам, да, доктринально, я имею в виду, не поклоняются иконам, и так далее, и тому подобное. Вот здесь перекрестие есть, потому что они убежали от преследования британской короны и основали там джимаатские общины. Ну, да, это давно уже не доминирует. Нет, там есть доминация. Просто они не влезли во внешнюю политику, просто их тоже ими манипулируют. Приходит Трамп или еще кто-нибудь говорит, я буду реализовать, буду реализовывать вашу волю. Они обычно Израиль, кстати, поддерживает большая часть, там вот есть христианский сионизм, то есть там сложности своих хватает, да. Но я к тому, что с этим полем надо работать, потому что с элитами Запада, которые ты правильно отметил, являются абсолютно лицемерными, ложными, да, вот эта вот пресловутая улыбка голливудская, она у тебя улыбается, но сзади у него топорик или, так сказать, кольт какой-нибудь. А нам нужно идти вот в массы единобожников, ханифов, которые есть, которые просто находятся в плену пропаганды, говорят, что мусульмане все ужасные. Но те люди, которые живут в Соединенных Штатах, они говорят, что мы прекрасно ладим и наоборот взаимодействуем именно с верующими людьми. Согласен, конечно, надо знать, надо работать. Это на самом деле важно вообще в обсуждении вопроса Запад, не Запад, Восток, очень важно разделение между людьми и между системами. Я был в Америке, внутреннее общество американское, вот не там, где Нью-Йорк, а вот в других местах, когда ты видишь американцев и вот эту культуру, которая там выпистывалась. для меня вот такой вопрос был, да, то есть, почему так все ну очень привлекательно и я ответ на что такое, что люди практическим путем они пришли к тому, что вот жить по Фитре это вот, это выгодно. Да, о чем мы говорили. Это выгодно для всех улыбаться, вот у нас там в России же любят лицемеры улыбаться, никакого там лицемерия нету. То есть, люди понимают, что надо улыбаться друг другу. И если у нас мусульман это прописано вот доктринально или там даже вот как бы наставление от пророка саллилау алисалям улыбайся того, да, кого знаешь, кого нет, там, да, там из братьев, то они пришли путем практики к этому, путем, наверное, христианского тоже наследия где-то. И есть очень большая разница, то есть, для меня вот такой диссонанс был, наша программа, она, посещение, там, штатов включала в себя посещение государственных органов, учебных заведений, потом общественных и муниципальных и религиозных. И для меня вот такой диссонанс был, то есть, там, где, там, мы вот в Госдепартаменте США у нас первая встреча, нет, вторая, первая у нас была в университете в Вашингтоне, нам рассказали историю Америки. А вот вторая встреча в Госдепе США. И вот пришли люди, вот я вот их видел уже. Печеньки были? А? Печеньки были там в Госдепе? Были печеньки, я ждал, когда там вербовать будут и как, ну, если ты об этом. Мировая закулиса, масонство, было видно, какие загоры, как полепели люди с ногами. Тяжело там было. Масоны, кстати, это люди, которым американцы благодарны за то, что вот это такие администраторы, которые написали Конституцию, по которой, они же вот все хвалятся тем, что всего 20 поправок, там 21 была, нет, всего было 12 поправок за всю историю, 11 из которых в первый год сделали. Типа вот такой вот у нас закон, все крутой. Но я о чем говорю? Когда ты в Госдепе встречаешься с людьми, это очень до боли знакомые неприятные лица, которых я и в России много видел, да, там чиновники, где-то там силовики со стеклянными взглядами, я помню, мы были у окружного прокурора, и там было два ФБРовца тоже сидели. Вот очень до боли знакомые я же. Типа же. Да, вот такой вот. А когда с людьми, а люди другие, это вот абсолютно две разные вещи. И вот эти люди, давай их назовем западные, простые люди, они сами много раз подтверждали, что они, в принципе, потеряли уже инструменты влияния на власть. И вот приводили пример, что когда вышло 60 тысяч человек против войны, во Вьетнаме, там войну остановили, а когда вышло 100 тысяч человек или там сколько-то раз больше против войны в Ираке, никто войну уже не останавливал. Потому что власть приобрела иммунитет, вот так потихонечку, она приобретает, и поэтому система и власть, вот как пример, мы там говорим, у нас там может быть произвол где-то там в наших странах, там в моей, в России судебный, там когда у прокурора были такой вопрос, а с нами были журналисты некоторые еще там, правозащитники, и вопрос был, прокурор сказал, что они вот, ну раз мы мусульмане, надо же им сказать, что они борются с экстремизмом, то есть это обязательно, как бы, вот, и когда спросили, в чем выражается, они говорят, ну вот, так Сирия, тема ИГИЛ, и вот, говорит, мы недавно судили, говорит, семью, американец принял ислам, и своей собругой решили уехать в Сирию, в ИГИЛ, и мы, говорит, их арестовали в Германии, и один из наших журналистов говорит, так, подождите, а они преступление совершили, вы их, говорит, там в ИГИЛе поймали или, он говорит, нет, мы их в Германии сняли, а за что, говорит, их судили, он говорит, за участие в террористической организации, а в чем, говорит, их участие выражалось, и он так завис, прокурор говорит, ну, как бы, физически ни в чем, но система наша оценивает степень приближения к преступлению, вот на пути к преступлению человек совершил какие-то шаги, и уже за это его можно судить, и тогда наш журналист говорит, а, ну тогда это ничем не отличается, как Варя Караулова, который тоже не доехал, только это определяет эту степень, они, говорят, туда ехали, вот, кто сказал, классическая мысль о преступлении Оруэлла, да, 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 в этом смысле вот как раз шейх очень четко подчеркнул, есть государственная система, опять-таки, отец-основатель Соединенных Штатов, Томас Джефферсон сказал, что американское древо демократии должна обязательно окропляться кровью тиранов и кровью мучеников, только в этом случае демократия, прямая демократия будет жить, действительно, ведь потом он сожалел, кстати говоря, о том, что он не прописал в Конституции фактор институциональную значимость то, что называется даунтаунов, ну, джематов по-нашему, и он говорил, в них демократия, в маленьких религиозных общинах, не в системе государственной власти, в чиновниках, стеклянными глазами, это узурпаторы, а вот в них, и это действительно большой диссонанс, во-первых, почему арестовали в Германии, где юрисдикция, да, и мы видим, что если не бороться, в Соединенных Штатах борются все, таки у нас представление Соединенных Штатов очень странно, но я смотрел опросы о населении по отношению к войне в Филистине, больше половины американцев поддерживают филистинлян, палестинцев, но мировая либеральная система, агрессивные СМИ, экспертократия, да, они формируют образ, что все за, на самом деле это кучка злодеев, тех самых маленьких докторов злов, как у этого, Эндрю Тейда, громко, меньшинство, чем мне известно, что та же самая демократическая партия, скорее она, не то, чтобы она за палестинцев, но она как бы за принцев два государства, и с Нетаньяху, какие сложные отношения были и у Обамы, и у Байдена сохраняются. И большинство евреев американских, кстати, к Израилю настроено очень критически, потому что из своего кармана надо постоянно их поддерживать. Израиль как раз в основном христианские сионисты. Кстати, вот о системе и людях, возвращаясь в ту же Америку, мы же посещали религиозные тоже общины, и мы были в таком городе, он называется Диаборн, это окрестности Детройта, где 60% населения арабская. Туда приезжаешь, такой барракатный городок, все, ну для меня так вот, все на арабском, еминский, манди, рестораны, люди, в хиджабах. Ну и я там заметил, что лозунги какие-то, предвыборные билборды, и там все мусульмане баллотирующиеся. И мы посещали организацию юридическую, общественную организацию, там по защите прав каких-то. И вот я спросил, что есть какое-то ограничение со стороны властей американских, вообще в вашей деятельности. Также присутствовал и имам, мы на Джума к нему ходили, такой зажиточный городок, тоже инженеры арабы, кто работает на Форде, на Крайслере, они там, у них такие особняки большие, у них мечеть там. И вот имам тоже присутствовал при разговоре. И они сказали, есть красная линия, которая нам открыто как бы очерчивает, то есть это, говорит, не скрытый разговор, ну, естественно, это не в газетах пишут, ну, вот система, представитель системы говорит, вот все, что вот внутри в Америке делается, вот все, полная свобода. Внешнюю политику не имеете права говорить, это вот первая красная линия, вы не имеете права говорить о внешней политике, как бы нашей страны. И вторая, вы не используете религиозные лозунги в политической борьбе, во всяких там предвыборных, все, в остальном, здесь, мирно паситесь, щипайте травку, все будет хорошо, вот, и это чувствуется прямо вот везде, что вот, ну, такой диссонанс, вроде здесь вот все хорошо и как будто правильно, а почему там, и ты понимаешь, что вот есть вот такой стеклянный купол, система его создала, здесь тебе комфортно, а вот там нельзя, туда, это вообще сложная категория, это не тебе вообще думать. И если вот этих людей за что-то и винить, то за их бездействие, ну, тут я бы особо не винил, потому что толпа, винить толпу, что она не консолидируется и не сносит свой режим, потому что там, где-то в далеком Ираке что-то происходит, это, конечно, несправедливо по отношению к простому люду, да, и вот, это очень грамотно, там так сделано, они там же за океаном, это и физическое удаление, и вот они выстроили такую конфигурацию. Ну, ты вообще известно, что американцы обычно практически не интересуются внешней политикой, это вообще не вопрос для выборов, там где-то, тем более, там в Евразии продолжаются какие-то бесконечные миллионы лет войны, и это как у людей волнует. Но вот одно они чувствуют, у нас же еще в программу входило посещение семей американских, то есть там вот такой интересный момент есть, что организация, которая занимается логистикой вот этих вот мероприятий, в которые я попал, у них есть открытая такая вакансия, то есть человек может предложить себя в волонтеры и принять иностранцев у себя дома. Вот я не знаю, насколько они, агенты ФБР там, или нас принимала 80-летняя Клаудия, она там корнями Франция, Швеция, вот где-то так. Вот, и она тоже как-то, даже мы вопрос не задавали, но вышли на тему политики, и она говорит, говорит, что я очень хорошо чувствую, вот годы же прошли, что мы потеряли абсолютно возможность влиять на политику, вот мы, говорит, ее потеряли, вот американцы, я, говорит, это чувствую. Нет, говорит, у меня, говорит, нет ощущения, как назвать то, что происходит в странах постсоветского пространства, если нам бы проблемы, как говорится. Они потеряли, а мы и не знакомы с этим, наверное, не знаю, я молодой, конечно. Я только вспомнил по поводу отношений к внешней политике, что говорит простые американцы, в свое время, когда Джордж Буш младший баллотировался в 2000 году, еще на первый срок, ему задали вопрос, а что вы думаете про Талибан, он растерялся, а потом говорит, ну, я их последний альбом не слышал, ну, вообще мне их музыка не нравится. Ну, простой американский ковбой, это даже президент, ну, а Трамп, который говорил, что, когда его стали упрекать, почему вы не поддерживаете в Сирии вот эти вот организации, там, террористические, ЕПГ, которые курдскими называют, он сказал, ну, курды нам тоже не помогали во время Второй мировой войны, почему мы должны им сейчас помогать? Да, но вот как раз то, что написал как раз Хансингтон, столкновение цивилизаций, все-таки мы приходим к тому, что есть и коллективные бессознательные, и политическое восприятие, очень разное. Действительно, Соединенным Штатам, которые удалены очень сильно от Европы, от Евразии, да, им все равно то, что происходит, по большому счету. Они модерируют, как вы правильно сказали. Ну, это свойство, на самом деле, здорового общества, я скорее. Когда людей волнуют, их собственные проблемы, не что там ООН про Гондурас решил, как говорится, а люди заняты своими делами, потому что демократия, правильно, она строится на муниципалитетах, на местных общинах, на вот здесь и сейчас, на моей улице. Вот если я мусор выбрасываю в мусорку, вот с этого демократии и нормальная жизнь начинается, а не с глобальных идей. И в этом силы Запада, и американской демократии в первую очередь. я согласен. Вот как раз то, что мы называем джематской демократией, опять-таки, как бы там ни было, но когда она начинает расширяться, как раз Аристотели с толпы западного мира, западноинтеллектуальной составляющей, сказали, что это охлос, охлократия, то есть это власть толпы. Нельзя допускать власть толпы, оставь вот эти ячейки мозаичные, которые составляют ум, но у каждого как бы своя сфера ответственности вот у Алифа, у нас и так далее. Но мы соединяемся вот сейчас, решаем общий вопрос и дальше расходимся, действуем в автономном режиме. В этом смысле, конечно, ислам антиавторитарен, потому что ислам не подразумевает, что есть, за исключением четырех праведных рашидунов, халифов, которые были, но дальше мы должны действовать в другом режиме. А Запад как раз-таки навязывает нам этих деспотов, типа Мубарак, Бен Али, вот этих вот негодяев, которые вчера были коммунистами, сегодня стали националистами, демократами, надо будет исламистами, как помним вот эту вот всю палитру перетрубации, которую испытал Саддам Хусейн, там кровью написал Куран свой и так далее. Ну, это для постсоветских стран тоже хорошо. Ну, все это же часть манипуляции. Это часть манипуляции, вот мы возвращаемся к тому, это манипуляция или же это какой-то стихийный процесс. Я думаю, что это манипулятивные вещи. А я думаю, что вот, что называется Запад, не то, чтобы он это готовит, он к этому как бы готовится. Они исходят из того, что есть, и выбирают тот вариант, который для них лично, для их благосостояния, для их статуса глобального, как бы, геймона, наиболее приемлемо и удобно. Ну, если эти народы, не будем говорить народы постсоветского пространства, большинство из них, если они сами не хотят свободы, демократии, там, ну, что поделать? Не можешь Запад за них это сделать. Ну, поэтому ставят на какие-то коррумпированные бюрократии, силовые, которые могут обеспечивать экспорт ресурсов, вывоз капиталов, контроль за ядерным оружием. Их поддерживают, ну, пока они, в общем, тоже остаются в своей границе хотя бы. Ренат, я с твоего позволения уйду немножко от темы, и я бы, наверное, несколько вопросов задал Руслану. Ну, первый вопрос, хоть с опозданием, надо было, наверное, это делать в начале программы. Руслан, все-таки есть запрос у мусульманского сообщества, когда человек говорит, позиционирует себя как активный мусульманин, особенно если он рассуждает на тему политики, на тему вообще такую глобальную, иногда в контексте конфессии и так далее, все-таки кого мы сейчас слушаем, кто с нами разговаривает. И я бы не хотел тебя никак представлять, я бы хотел попросить тебя себя представить, что вот, чем ты занимаешься, что считаешь своим кредом по жизни. И такие, наверное, вопросы вообще. Откуда ты? Какое у тебя образование? Знаете, некоторое время назад меня попросили тоже дать характеристику для одного буклета. Представить самого себя я замешкался, потому что это очень, ну, скажем так, помимо того, что не очень правильно с точки зрения исламского, как мы считаем, адата. С другой стороны, я понимаю, что если тебя не могут определить, то ты сам должен определиться и как бы это самоопределение, если не навязать, но по крайней мере репрезентовать. Я считаю себя человеком, который занимается формулированием политического дискурса, скажем, исламского пробуждения и шире пробуждения тех людей, которые выступают за справедливость и против деспотии всего мира. В этом смысле я считаю, что действительно надо расширить рамки чисто конфессионально. Поэтому, ну, можно сказать, и публицист, можно сказать, и так и эдак, сейчас это как бы как удобно, так и определить. Публицист-политолог. Публицист-политолог, ну, везде там пишут политолог, да, вот есть у нас проект поистине. Да, кстати, о нем хотел спросить. и в свое время... О чем проект поистине? Вот какая у него такая миссия, которую ты видишь, и я знаю, что ты являешься его как бы стержневым человеком этого проекта. Да, это мы создавали еще с покойным Гидаром Джималем, Рахимахуллах, и Архан Рахимахуллах тоже участвовали в этом. Идея была в том, чтобы создать площадку интеллектуального политического взаимодействия мусульман и нонконформистских сил, которые выступают за общие ценности, да. Вот, кстати, вот не обязательно мусульмане, Ренат, тебе, да. Не обязательно, да. И, кстати говоря, очень многие люди, ну, вы знаете, вот призывом там Дагватом Гидар Джималь, которые не были мусульмане, но которые считали себя радикалами, то есть он говорил, что мы радикалы, а сейчас это вот понятие очень такое сложное, в то время как радикс это с латинского просто корень, центр, да. То есть человек, который стоит на своих позициях. Большая концепция. Фундаменталист. Фундаменталист, в отличие от экстремиста, который стоит на крайних позициях, да, вот это да. Мы не экстремисты, мы как раз люди центра в этом смысле, да. Как Всевышний говорит в Коране, мы создали в вас общинный центр, что вы свидетельствовали против человечества. Вот это такая площадка интеллектуальная разрабатывает концептуальные вещи. Столкнулись с некоторыми трудностями, сразу скажу, чтобы не нахваливать. Дело в том, что большая часть мусульман нашего пространства, русскоязычного, они, ну скажем так, чурались такого интеллектуализма сложного. Они говорили, это нам не нужно. Вот учи Суну, учи там, значит, наших ученых благородных, этого достаточно. Говорим, нет, этого недостаточно. Нет, вы, значит, заблуждаетесь, вы уходите туда. И в этом смысле я понял, что есть определенные как бы ноши, которые необходимо нести. В том числе доносить позицию политическую мусульман до широкой общественности, но их же языком. Условно говоря, когда ты приходишь в какую-то экспертную среду, которая негативно относится к мусульманам. Если я им буду говорить, цитируя хадисы, высказывания каких-то ученых, понятно, что они просто не примут. А потом мы будем удивляться, почему мусульман в таком положении находятся. Поэтому мы им говорим, что необходимо знать их язык, чтобы на их же языке им объяснять, доносить нашу позицию. И в этом смысле это куда как более эффективная вещь. И они начинают себя уважать, потому что, как Гидар Аджимали, он в разных средах присутствовал, везде его уважали, потому что видели, что человек авторитетный может разговаривать на их же языке. Вот наша задача именно состоит в этом. То есть мусульмане должны стать центром, а чтобы стать центром, надо стать субъектом. Чтобы стать субъектом, надо прийти, встать и объяснить всем, почему ты центр. Не только постоянно жаловаться, мы бедные, как вы правильно сказали, притесняемые, угнетаемые, дайте нам, так сказать, конфетку и свое место. Учиться очень надо, да? Да, в общем, то, что шейх вначале сказал. Мы создали вас Абадуаров, чтобы вы познавали мир. Да? А познание что такое? А потом уже могли бы свидетельствовать в Судный день по поводу другого человечества? Да. Потому что без знания то человеческое свидетельство не было как-то созновато. Кстати говоря, вот на арамейском, то, что называется Абаду в Арафу, да, Абаду, это не только познание такое этнографическое, как многие переводят. Это сказано, что Адам, алейсалам, когда познакомил с Аовой, он ее познал, то есть они стали единым целым. Вот Абаду, это познание общего, когда мы выстраиваемся в политическую фигуру, то есть когда мусульмане познают друг друга, чтобы стать политической умой целым. Вот почему, например, евреи, ну, скажем так, если они руководят миром, то занимают очень серьезные позиции, потому что они стали нацией рассеяния, то есть Галут у них называется, да, и обрели там возможности как бы сохранения и влияния на ближайшие народы, или, как сказал идеолог сионизма Теодор Герцель, везде, где бы мы ни жили, все народы в частности и, так сказать, в общем являются нашими врагами. То есть это подход политический. Мусульмане, как известно, хиджрат, мы тоже народ хиджр, мы тоже народ изгнания, тем более вот сейчас в нынешних условиях. Так значит, наша задача политическая стать не угнетенным, а тем, кто сможет хиджр сделать так, как сделал пророк, когда вернулся в Медину, и мединская форма политической самоорганизации мусульман является для нас универсальной и образцом для подражания. Вот мы должны к этому вернуться, к тому, чтобы стать мединской общиной в рассеянии, которая будет знаковой, фундаментальной, центровой. Вот продолжая про Запад, я вот с другой стороны вот еще предлагаю посмотреть. Ведь вот мы как бы говорим, вот Запад плохой, враг там, туда-сюда, и как бы вот у нас весь акцент вот в основном мусульманцы на нем сосредоточен. При том, что на самом-то деле если в мире ведь помимо мусульман и Запада еще есть другие цивилизации, еще там есть Китай, есть Индия, там Латинская Америка, и многие из этих цивилизаций, они не менее в общем в чем-то антиисламские, а может даже более, чем Запад. Запад-то как раз в общем имеет с нами при всем как бы отходе имеет общий корень. Это как бы вот цивилизация Средиземноморья, аврамическая такая традиция, и Запад вышел-то в общем-то из христианства, и у нас общий корень с Западом, мы с ним говорим на одном языке у нас общие представления о Боге, о Судном Дне, там все эти вещи, а как можно взять Китай, ну это атеистическая цивилизация изначально и на всей протяжении своей истории, Индия, полиэтеистическая цивилизация, где вообще нет представлений, где надо объяснять людям, что мы имеем в виду под Богом, вообще под Судным Днем, где есть понятие там кармы, перерождения, и для многих мусульман, которые живут рядом с этими цивилизациями, для них, например, наше рассуждение про Запад, но они просто над ним смеются, потому что у них есть гораздо более серьезные проблемы, там Китай для уйгуров, там для мусульман Индии, которые живут, да, или Афганистан, где главный враг это Индия, да, для талибов, а не какой-то, даже не Америка, при том, что они столкнулись с Америкой, но исторически у них как бы главный противник это Индия, и просто я хочу сказать, что может не стоит так вот зацикливаться на Западе и с ним там воевать, а вообще посмотреть, что в мире-то еще много чего происходит, другого. я как раз с этого и помните, мы начали, что Запад, ну в принципе, если вот по Западу, если пройтись по земному шарику, то есть бросить взгляд на Запад, то все равно мы вернемся, да, к самому Китаю, действительно ведь в общем-то продвижение мусульман по реке Талас в 731 году, да, остановился, дальше мусульмане не пошли. В общем-то, когда пришли туда протестанты-миссионеры, они столкнулись с тем, что в китайском языке, в китайском миропонимании вообще не было идеи трансцендентного Бога, то есть они не могли переводить Библию, потому что идея Тян, это просто небо, да, потом взятое тюрками. То же самое с индуистами, ведь понятие индуизм ввели англичане. Да, это собирательный термин. Собирательный. Но их объединяет все-таки там некий набор общих идей, там какие-то книги, то есть их не просто так объединяют. И самое угнетаемое, самое большое угнетаемое уменьшинство, да, хотя и звучит очень странно, 200 миллионов мусульман практически, это в Индии. И там происходят страшные вещи не только в отношении мусульман и христиан. Их сжигают, убивают и так далее, насилуют. Эти видео сейчас везде форсятся. поэтому если взять по сравнению с тем, что там какие-то есть проблемы у мусульман на Западе, сравнить их с тем, что происходит в Индии и в Китае, ну, это просто санаторий покажет. Санаторий, да. В этом смысле, поэтому, ну, например, мы считаем, что даджал выйдет именно оттуда, из Тибета, потому что у тибетцев есть понятие млечха, так они называют народы Акачеви, по сути говоря, мусульман, и они считают, что 25-й император Калачакры, то есть князь мира всего, фактически, даджал, с наших позиций, да, он поведет финальную борьбу эсхатологическую против народа млечха, против нас. И они готовятся к этому. Не Запад, потому что Запад к тому времени, я думаю, будет чахнуть. А вот Индия и Китай, да, бесспорно, они сейчас этим воспользуются. И смысл даже не в том, что они технологически лучше. Мы прекрасно понимаем трагедию бронзового века, да, которая технологически строила там пирамиды, Хеопса и все остальное. Она, как Всевышний говорит в Коране, где эти народы? Они взрыхлили землю больше у вас? Нет их. Поэтому здесь технологическое превосходство абсолютно не говорит в пользу того, что еще Запад там будет доминировать. А вот то, что они готовятся к финальной битве с нами, и у меня были истории, когда общался с людьми, которые попали к ним вот в эти вот все их красивые там постмодернистские, неуэйджерские штучки, они говорили прямо, они готовятся к встрече с народами млечко, с мусульманами. То есть, они готовятся, а мы, а мы не готовимся, да, мы до сих пор как бы занимаемся внутренними разборками. В этом смысле я согласен, что у нас ведь два глаза, надо и туда обратить взор, и туда, соответственно, потому что там мусульман страдает, конечно, куда как больше, чем мы. Я все-таки вернусь к тебе, Руслан. Я не знаю, как ты себя позиционируешь в контексте Гейдара, рахимахуллах, но вот то, что между нами как бы разговоры, Руслан Айсин это ученик Гейдара, Джамаль. Вот, и при известности общей Гейдара, Джамаль, есть практически такая же неизвестность о том, что такое Гейдар, Джамаль, кто такой Гейдар, Джамаль, вот если, то есть, кто такой Гейдар, Джамаль, выражены в смыслах, а не в имени и популярности, да, и тут вот вопрос к тебе, как, если это правда, если ты его ученик, вот, но что все-таки что бы ты сказал о Гейдаре, ну, сам, произвольно, что бы ты хотел сказать о Гейдаре и о том, что ты получил от Гейдара, что ты вот самое такое считаешь, сам определяешь ценным, самым таким. да, спасибо, за вопрос, один из друзей Гейдара, Джамаль, Сергей Жигалкин, решил собрать книгу, значит, из воспоминаний людей, которые были ему близки, я сначала согласился, потом отказался, потому что я сел писать, и я понял, что я не могу писать, то есть, вот, я не могу взять и ухватить какую-то тему, вот, именно про него, то есть, оказалось, что моя, так сказать, центрированность, вот, концентрированность на этой теме, она расплывается на множество ветвей, я не смог выбрать отдельную тему. Скажем так, я познакомился в начале 90-х, когда были такие передачи, вы помните, ныне, Минарет на Первом канале, и вот предстал человек, который ослепил меня своей харизмой, и он говорил про ислам не так, как был написан в татарских книжках про ислам. Я, прошу прощения, замечу, что я тоже первый раз увидел его в ныне, и тогда его заметил, и мы как раз в первом подкасте вспоминали эту программу, и говорили, те, кто не видел, вы можете посмотреть первый подкаст и найти этот момент там. Да, потому что тогда ислам предстал человек говорить так, что для нас ислам все-таки был дедушке, бабушке, и все такое, но самое главное, что его слова, они резонировали с моим мироощущением, я понимал, что мир настроен против нас, что надо противостоять ему, что мир — это не благость, что есть формы, которые противостоят исламу и так далее. То есть, то, что называется потом, то, что он назвал радикальным дискурсом. Я себя ощущал человеком, который не мог найти себе место в этом мире в виде несправедливости и так далее. Я, будучи подростком, везде участвовал в каких-то драках и так далее. Меня вот это вот колебало внутри. Потом пришел Гидар и говорит, это ваши внутренние колебания связаны с тем, что вы так-то, 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 так-то. То есть, он смог объяснить тем людям, которые названы как бы малым отрядом избранных, ну, радикалом, воином, пассионарием, да, что их внутреннее ощущение — это избранность внутренняя, да, Всевышний избрал для того, чтобы сделать их авангардом исламской улицы и исхатологической и так далее. Это, конечно, прельчало. Или, как сказал один мусульманин русский, он говорит, Гидар смог на русском языке объяснить нам, что такое ислам, но высоким языком, то есть, для людей, воспитанных в русской традиции, в философии, да, потому что ислам же у нас был представлен или кавказскими, или татарскими, там, муллами, все, между ними была пропасть, в общем-то. Поэтому он смог это сделать. И, в общем-то, я вот в этой парадигме жил, а потом уже в начале 2000-х мы познакомились, там, и с Ренатом познакомились, уже в Москве, он пригласил меня работать с ним, быть его помощником, и дальше уже, как бы, реализовывали те проекты, которые были. То есть, он участвовал и в политической жизни, и в общественной, и в правозащитной, и в интеллектуальной. То есть, считаю, что мусульмане должны быть в центре. Эта работа была, она происходила на какой-то юридической площадке, или это просто подвижничество такое? Нет, был Исламский комитет России, известный. Который Познер упоминал в интервью. В интервью, и действительно, была попытка спецслужб создания параллельного исламского комитета, вытащили какого-то невнятного человека, я просто удивился. Ну, это смешно очень было. Какого вытаскивали, они не зацепили? там какой-то тип, значит, который работал, по-моему, жил в Питере, они создали зеркальный сайт, там, где обосновывали, что мусульман очень мало во власти. Это прикол какой-то. Прямо вот такое проказничество. Но на самом деле никакого комитета по большому счету не существовало. Это просто было Гейдар, но нужно было как-то тетроваться в СМИ. И он представлялся как глава Исламского комитета России. Но в этом комитете он был, Архан, его жена и дочь. Там был костяк небольшой, да. А смысл был в чем? После того, как Тураби, небезызвестный духовный лидер суданского исламского возрождения, да, он собрал вот это вот Хасан Тураби. Кстати, он стал большим западником, модернистом и очень сильно пересмотрел свои позиции 90-х годов. Он же учился. Джамаль отталкнулся. Рината, открывай, как прозападника сегодня для себя. Да, да. Большой потенциал. Нет, я просто должен тоже, что называется, как бы, кавычка, адвокат, что, что называется, адвокат. Кстати, он был адвокат. Я не хотелся это говорить, но так называется просто. Хасан Тураби был как раз адвокат. Он отучился в... Но не дьявола. Нет, конечно. Нет, он просто адвокат. Но смысл в чем был? В том, что он собрал людей, и они организовали вот этот вот, помнишь, как вот он назывался... Там какой-то конгресс всемирный, да. Всемирный конгресс радикальных мусульманов вот такое сейчас. Да там мужчины не только мусульман, там они зазывали народ всякий разный. Да, вот радикально. Это как раз Гидара сильно привлекало. Да, и он сказал, что нужно создавать вот эти комьюнити, да, мусульманские и так далее. И вот на основе этого возник Исламский комитет. И задача была не собирать, как бы вот люди, а именно создавать влияние информационное, интеллектуальное, политическое, да, на мусульман. Ну, потом разные формы были. Создавали Интернациональный союз, да, поддержки мигрантов. Я помню, Интерсоюз была такая тема. Потом Российский политический комитет после 11-12 годов. То есть разные формы искались для того, чтобы мусульмане воздействовали на политическую сущность. Ну, Ренат-то знает, он все-таки москвич, в Москве мусульмане все-таки там участвуют. А дальше уже на периферии это все очень так распадается. Там в гетто так заходят, да, и все остальное. Все-таки в Москве жизнь была била ключом, да, в отличие от других регионов. И в этом смысле она, конечно, отличалась. некоторых по голове, даже в том числе била. Но вот я как раз Джамаля вспоминаю вот по поводу этого комитета. Это очень вот ложится в наше сегодняшнее обсуждение Запада. Вот однажды он рассказывал, как он посещал вот эти конгрессы, которые организовал Хасан Тураби. И он говорит, ну вот я приехал первый раз там где-то в 92-93 год, примерно в эти годы это было. Говорит, там такие маститы сидят, там Тураби, Кардави, там все это. Заседают, сижу, слушаю. Ну какие-то, в общем, достаточно такие формальные, забюрократизированные какие-то выступления, очень такие вот создающие впечатление, что вот это как бы говорится на поле. Что это ширма просто. Да, это ширма, а там-то где-то вот что-то происходит. Ну, первый раз приехал, второй раз приехал, третий раз, и все одно и то же продолжается. Выходят какие-то люди, делают какие-то заклинания там из серии, что ислам это религия справедливости, мира там и все, салам алейкум. Я думаю, что ну это все просто разговоры, это так, для отвода глаз здесь, а там-то где-то вот за кулисами этой конференции, вот там Тураби сидит, Кардави сидит, вот они миллионы направляют, это грубо туда, миллион сюда, это так, это сяк, вот разные процессы там рулят. Приезжаю, приезжаю, так все слушаю, слушаю, и потом где-то до меня начинает доходить, что на самом деле там никаких кулис нет, никто ничего там не направляет, никакие миллионы никуда не делит, что то, что я вижу, это и есть, собственно, то, что вот есть, больше ничего за этим нету. Ну вот возвращаясь к теме нашей, нашей вот такой дискуссии горячей, Запад, Восток и отстали, не отстали, кто виноват, кризис, все-таки, у меня вот такая дилемма у самого внутреннего, поделюсь ей, либо мы на заре появления политтехнологий, да, упустили их, в том числе, конспирологию, да, то есть не стали этим заниматься. Ну, это может неплохо, что именно конспирологию упустили. Вот, смотри, я договорю, то есть либо мы упустили новые технологии, новые реалии и не пошли по этим правилам, и это стало причиной того, что мы отстали, да, что мы не позволялись, вот как, знаешь, как старые аристократы, там, не позволяя себе многого, остаются в каком-то все-таки своем замке, который покрылся плесенью, и там же он умер, и он, то есть отстал от жизни, да, такой, разорившийся герцог, ну, если такие бывают, да, это уже другая сторона, да, вот, и вот эта причина нашей отсталости, то есть мы, вот как, и как технический прогресс, в какой-то момент мы посчитали, что это ниже, как бы, да, и, ну, не стоит там переживать, вот как персы не переживали за сахабов, когда они пришли, ну, пришли какие-то голодранцы, что там, на них обращают внимание, вот, видимо, это такой исторический, такие циклы бывают, там, да, по Гумилеву, да, там, расслабились, посчитали, зачем нам книжки печатать, зачем. у Бенхалдуна есть тоже объяснение, да, хорошее, да, с обеей, Вот это вот одна сторона, либо, вот моя дилемма внутренняя, то есть вот причина нашего отставания, либо она вот в этом, что не пошли вовремя за технологиями, либо нам и не нужно было туда идти, и все каким-то другим сакральным путем будет решаться, пока непонятным нам, но, и не обязательно, чтобы мы это понимали, и вот как ты говоришь, может быть хорошо, что они пошли путем применения конспирологии, и так далее, да, то есть, и мы просто переживаем нормальный, там, сейчас, в нашем случае, это не рождение, а перерождение, вопреки тому же, там, да, Гумилев, по-моему, не допускал, да, взлета пассионарности второго, как бы. Нет, да, он гомеостаз, и народ просто с природом. И ислам, это религия истинная, это религия Аллаха, и она будет сохранена до конца существования этого мира, и ума, это будет перерождаться, да, и вот этот момент перерождения, возрождения повторного, наверное, ну, история же, она же не нашими годами меряется, видимо, есть какой-то период, где мы должны через это пройти, через боль, страдания, как там, мотылек, вот, перерождается, вот, и вот я сам путаюсь, да, вот, вот мне, там, нам нужно быть в таком спокойном пребывании, что ничего страшного, оно пройдет, потом будет по-другому, или нам все-таки нужно наверстать технологии, да, все-таки там уже, ну, бежать, и нужно бежать в два раза быстрее, потому что те, кто их раньше подхватил, они ушли вперед, вот, у меня вот ответа нет. Кстати говоря, шейх, отвечая, вот, может, отчасти на вашу внутреннюю дилемму, Гидар Джималь, как раз, Рахим Хуллах, он в свое время описал это следующим образом, есть исламский асар, 720 лет, сейчас мы, как раз, 1440 лет, прошли два исламских асара, он объяснял, что по 360 лет, то есть, восхождение ислама, 360 лет, потом приход, значит, вот, завоевание Иерусалима, потом опять, там, подъем, и вновь взлет, вот сейчас мы находимся, вошли в третий асар, и сейчас взлет ислама, 360 лет, как раз, он сказал, 400 лет определяющий, 40 лет, это между, значит, мелодией Хиджри, потерянной, или между Шамси и Камари, да, и вот эти вот 40 лет, они определяющие, ну, как известно, в пророческой миссии, 40 лет обязательно присутствуют, то есть, наш пророк, 40 лет, начиная с какого периода? Вот, ну, если по мелодии, 2019-20, вот сейчас мы вышли, вот на вот этот, период 40-летний, и он определяющий, и в этом смысле, интересный момент, то есть, действительно, видно, что какой-то подъем, да, пассионарный, это первое, второе, очень важный момент, я для себя определяю так, что, конечно, Запад ушел вперед, но мы видим, что за поколения, иншаллах, мы их догоним, вот вы, шейх, рассказывали, в городе Детройте, да, под Детройтом, инженеры, ну, сейчас очень много же, специалистов, химиков, физиков, мусульман очень много, и Западу тяжело сдерживать, да, несмотря на то, что он сдерживает. Я, кстати, был удивлен, я по странам залива, в которых я много проживал, ну, или там Египет, для меня гастарбайтеры, это всегда люди, в серии услуг, которые работают, а там я был удивлен, что, оказывается, нет, что это врачи, юристы, инженеры, то есть, в США в смысле? Да, арабы, это врачи, юристы, мусульмания одна из самых, ну, во вскооплачиваемых, и в таких благополучных общинах, потому что там студенты обычно остаются, те, кто учились в университете. что Шахид Мухаммад Мурси, который был убит за стенку, да, режимом Ассиси, был ведущим инженером НАСА, то есть, этот человек, который пришел в политику. Я не знал, кстати, я знал, что он был профессором одного из университетов. Он был ведущим инженером, да, и его просто втащили в политику, потому что... Кстати, я где-то слышал, что около 50% состава НАСА этнические мусульмане. В Великобритании, так это вообще просто норма. И ведь в чем? У нас есть кадровый состав, Альханду Рулях. У нас есть грамотно, образованные люди. Но сейчас этой всей массе интеллектуалов нужно дать политическую повестку, потому что есть умные люди, мусульмане, вот, например, к вам приходят. Просто дать возможность людям работать и жить спокойно. но они приходят к нам, говорят, вот, брат, вот, я хочу помогать уме, вот, ну, я врач, что я могу сделать? Да, дайте какую-то общую платформу, чтобы мы действовали в унисон. Я думаю, что вот эти 40 лет, это будет время, когда мы создадим политическую платформу, цивилизационную платформу мира ислама, умы, когда мы сможем действовать, как бы, в едином порыве. Это тоже часть, все-таки, провиденциального замысла Всевышнего, да? То есть, мы должны сами предпринять джахт, усердие, чтобы стать целым. Ну, а как тогда быть, я все-таки, где-то фрагментами выхватывал Гейдара посылы, и если я правильно понял, что все-таки какой-то материнской платы политической не должно и подразумеваться для мусульман, а что это такое вполне динамичное сообщество, ну, примерно в формате вот жителей Великих Степей, которые перемещаются и просто везде наводят порядок, такие смотрящие. Как вот это совместить? Очень просто. Дело в том, что как раз-таки мы вошли в эпоху нового намадизма, да? Известно, что пастушество, ну, или кочевие является просто фундаментом пророческой традиции, да? Все, начиная с нашего праца Ибраем, алейсалам, все были так или иначе людьми изгнанными, кочевными и так далее. Значит, сейчас мы переходим в эту фазу, потому что мусульмане находятся в состоянии хиджры, большая часть. Те же мусульмане Америки, Великобритании, мы с вами в конце концов, да? И сейчас ситуация, и мир пойдет в динамичное перемещение. И мусульмане, как он говорил, должны стать то, что называется, то, что выразил в свое время Калим Сиддяки, да? Трансграничной формой джематов, экстерриториальной джематы. Я в свое время... То есть, как иудейская община? Ну, да, примерно так. Примерно так, они там проживают, но они влияют. То есть, в принципе, нам не обязательно жить в своих местах. Тем более, у нас, например, есть кочевая традиция, и в этом смысле мы не привязываем... То есть, свое государство мы можем таскать с собой? Абсолютно. Грубо говоря. Потому что, ведь идеи государства, мы используем западную идею государства. Вот в чем сложность. Оседлое, земледельческое. Иногда говорят, что вот дауля, дауля вообще в Коране один раз упоминается, как благоденствие. Кстати говоря, так же, как и райх. В немецком это слово рай. Рай. То есть, это благоденствие, да? Ты создаешь благоденствие, но не обязательно создавать ее в виде бюрократической системы, ментов с дубинами и так далее. Вот, вот сейчас мы уже живем в неком дауле. То есть, нас никто не ограничивает. И в этом смысле у мусульман большее преимущество, чем у Запада. Потому что Запад статичен, стату, собственно, откуда происходит идея стейта, да? Следующее, он стареет, он не пассионарен. И в этом смысле мусульмане могут подхватить. И у нас, я считаю, больше шансов на то, чтобы воспламениться новым заревом, перед концом света, чем у стареющего Запада. А вот тут вопрос к вам, к обоим, как к интеллектуалам. Есть какие-то интересные книги, труды, и кто их авторы, вот на тему сравнения кочевничьей цивилизации, оседлой цивилизации, и как сквозь исторические вот периоды, сквозь вот эти века существования людей, вот до сегодня они как-то доносятся, и как-то они выражаются в чем-то. Есть какие-то такие интересные? Я могу порекомендовать несколько книг. Первый есть «Арабы до ислама», прекрасная книга, она начинается следующим образом, со ссылкой на известного ученого, что в степь уходили и в Аравию нонконформистские элементы, которые противостояли тираниям своего времени. Вот эти вот... Ну да, бедуинские племена так и получились. Так же, как и Кавказ. Кавказ — это осколки степных народов, которые были вытеснены тираниями. Поднялись наверху. Значит, это первый элемент. Второй — это, конечно, книга Жака Аттали «Краткая история будущего». Это известный глобалист, был президентом Международного валютного фонда, советником президента Франции Миттерана. И, собственно... То есть все-таки у мировой закулисы надо учиться чему-то, да? Надо. И когда уже Гидар Джимай Рахимухуллах болел, то есть мы уехали в Алматы, и один брат наш, его ученик, купил эту книгу. Он приехал из России, чтобы повидаться. И я зашел к нему в комнату, он, значит, лежит. Я говорю, вот, Жак Аттали, он его знал. Я открываю просто там рандомно, там, 35-ю, условно говоря, страницу, и Жак Аттали пишет. Никто, ни социологи, ни политологи, ни футурологи не могли понять причину, почему ислам в начале 21 века становится в центре мировых процессов. Пишет Жак Аттали. Он говорит, это необъяснимо. Нам-то понятно, потому что это провинциальный замысел всевышнего. И он говорит, это определенное чудо. Он, кстати, ввел понятие мобильный телефон, и он обосновал в 89-м году, что мир будет цифровой намад по цифровому-номадическому принципу действовать. То есть уже тогда он закладывал, они закладывали эти темы, понимая, что мир будет так двигаться, так или иначе. Ну и, наверное, что еще можно порекомендовать в этой связи? Не Алла Фергюсона я бы порекомендовал, Даймонда порекомендовал. В принципе, западных авторов очень много, и мусульманских. Ибн Хальдуна вообще мусульман надо прочитать. Я как раз хотел про Ибн Хальдуна, но он-то как раз очень критически относился к цивилизации бедуинов, к кочевничеству, и как раз противопоставлял ее цивилизации городской. И исторически, в принципе, ислам была цивилизацией городской. Но он же говорил о несоответствии кочевников городской цивилизации, но относиться к ней именно как к деструктиву. Он сказал, что ислам ведет к городскому образу жизни. И он этот городской образ жизни в принципе оправдывал, обосновывал. Нет, собственно говоря, города... Тут форма городов. Это же известно, доказано уже историками, что города возникали как форпосты кочевых народов. Для чего? Для сбора податей налогов с крестьянского населения. Крестьяне, сельскохозяйственная традиция, никогда не формировали города. Они стали то, что называется поместьями или то, что называется слободами, приобщаясь вот к этим кермянам. Это вот Кремлю базовый. Ну, мы сейчас совсем уйдем уже в сторону и какие-то глубины. Что, в принципе, мы все равно... Мы как бы тут ругали Запад, но обсуждаем мы сейчас будущее в западном понимании, в западном терме. Мы просто говорим о том, как мусульмане, исламский мир будет жить в будущем в создаваемой западной глобализации. Смотри, в продолжение темы Запада у меня вопрос к тебе. Ты же не только интервью здесь брать должен, а еще и отвечать за свои слова. Да, я думаю, что сейчас это я отвечу и будем, наверное, заканчивать. Да, да. Мусульмане, наши зрители, сидят сейчас, я так представляю, думаю, вот Ринадыч, что за человек? Что он здесь делает? Да, что он вообще делает? Как они его туда вообще позвали? Ничего себе. Нет, я просто для таких, кто так думает, тогда на всякий случай скажу, что то, что я говорю, это не обязательно я сам так именно думаю, я просто формулирую проблемы, вопросы для того, чтобы был синтез, как говорится, теза, антитеза, синтез. Да, но чтобы исключить такую прозрачность, что я вот просто передаю и передатчик такой, ты все-таки человек не совсем последний в нашей русскоязычной, такой мусульманском нашем комьюнити. Поэтому, а как ты сам думаешь? Вот что-нибудь короткое, а вот то, с чем ты нас замучил вот сегодня? Запад. Про Запад? Да. Кто виноват, что делать? Да. Я считаю, что виноваты всегда во всем сами мусульмане, не только мусульмане, а вообще человек, во своих проблемах всегда надо искать причину в себе, не в евреях, не в Западе, не в индусах. Мы же в контексте нашего кризиса все это обсуждаем. А что делать? Учиться? Да, мы обсуждаем это в контексте нашего кризиса и причинно-следственной связи. А вот, а что делать? Учиться, да? То есть я хотел этот спросить вопрос. Все-таки Твое все-таки, вот выход из этого, окей, хорошо, там мы сами виноваты. И? Что делать? И, к сожалению, я вот думаю, что если бы так получилось, что мусульмане, исламский мир оказался бы сейчас на положении, которое занимает Запад, то я боюсь, что не только я, но и вы бы тоже не захотели бы жить в этом мире. И может быть поэтому Всевышний не дает мусульманам такую возможность. Это понятно. У нас же кризис не только... Потому что вот... Не только материальные. Большие поклонники вот как бы разных и мусульманских, и исламских движений, вот когда их спрашивают, ну а ты бы вот сам хотел бы жить в государстве, в котором Талибан сейчас создал. Нет, что далеко. Или ты хотел бы жить в Швеции, например. Ну, он либо промолчит, либо скажет, да, конечно, я бы все-таки был бы в Швеции. Но мы же говорим не о том, что прямо вот сейчас именно вот эти люди, потому что там далеко не надо ходить. Вот недавний там, как себя вел ИГИЛ, да, когда вот эта вот непонятная, дикая радость от того, что ты расстреливаешь и разносишь на куски человека, провинившегося и совершившего, да, окей, ну вот, откуда вот эта радость, да, вот этот восторг, да, от того, как у него мозги разлетелись, да, это же что-то, это неправильное что-то, да, и речь не о том, что сейчас вот, конечно, так бы никто не захотел сейчас жить под властью именно вот таких нас, какие мы сейчас есть, да, тут не об этом же речь, Азарат, я бы, если позволите, все-таки вот попробую сформулировать с точки зрения Запада. Марк Твен сказал, что цивилизация – это вещи, которые запросто можно вытащить за дверь. Вообще, идея цивилизации – это не идея комфорта, потому что западные интеллектуалы сломали копию об этом. Что такое цивилизация? Они говорят, сейчас цивилизация – это комфорт, но это не может быть цивилизацией, потому что сам принцип цивилизации был сформулирован, был такой французский революционер, Мирабо, его отцом, да, в 1757 году, он впервые употребил слово цивилиз, да, то есть городские жители. Сейчас что такое цивилизация? Это блага, тогда это не цивилизация, это комфорт. Цивилизация – это в нашем понимании исламском, это более высокая вещь. То есть мы можем жить бедно, но высокоинтеллектуально, высокодуховно, справедливо. Я, например, готов жить бедно, но как бы справедливо. Или же жить хорошо в комфорте, климат-контроль, роллс-ройс, но при этом, как бы ты видишь, как дети умирают, все остальное. Это цивилизация. И один и без детей, например. Это подмена понятий. Это не обязательно должно просто очень утилитарно пониматься и контроль, и комфорт, и какое-то благосостояние. На самом деле в западной цивилизации сейчас есть масса идей этического потребления, какие-то идеи, когда люди готовы отказываться от материальных благ в обмен на нематериальные блага какие-то. Но мы же говорим о преобладающем. Это кризис, это кризис идентичности западной. Это в принципе сильно распространяются эти идеи. Это как раз и есть форма кризиса. Люди понимают, что на самом деле материальные блага это еще не все. Вот смотрите, Ренат, есть еще помимо этого. Ислам-то стоит на этих принципах 1400 лет. А запад постоянно колебается то так, то сяк, то сяк, то так. Мы как стояли на этих принципах, так и стоим. Ну мы как бы стоим, но может быть теоретически, а практически мы пока не стоим больше лежим. А практически до возрождения эпохи они были в таком положении. Потом ведь Всевышний, есть же замысел Всевышнего, мы не можем на него воздействовать глобально. Это замысел Всевышнего. Мы мусульмане в брошенный мир, как сказал Порок Саласалям. Если мусульманин ощущает себя в этом мире как в раю, значит что-то с ним не так. Потому что мусульманин пришел в этот мир как в зиндан. В окружении, в разделе. Но тем не менее мы просим дуа, это дуа из Корана, благо в этом мире и благо в мире. Потому что исламское благо это не благо христианское. А благо это вот пять целей шариата. Это защита жизни, достоинство, это имущество. Это очень простые и понятные всем утилитарные вещи. Это жить спокойно в мире, воспитывать детей, зарабатывать и поклоняться, чтобы в этой жизни заработать на следующей жизни. Западная цивилизация как раз таки, ты говоришь сейчас про макаса да шария, а западная цивилизация как раз таки не попадает туда. Первое, это сохранение религии. Это раз, туда она не попадает. Второе, сохранение жизни отчасти попадает. Свобода вероисповедания это есть? Пожалуйста. Не, не свобода вероисповедания. Сохранение, сохранение религии в плане сохранения единобожия. А как можно религию сохранить без свободы? То есть это только в рамках свободы, в диктатуре, когда это просто силой подавляется, это уже не будет сохраняться? Они же в комплексе эти вещи. Сохранение религии имеется в виду сохранение единобожия. То есть сохранение в плане беречь свое право на единобожие, предоставлять это право другим. Когда перцы спросили сахабы, вы зачем сюда пришли? Я забыл имя этого сахабе, который сказал, мы пришли, чтобы освободить рабов из-под нужды, поклоняться рабам, чтобы они поклонялись Господу рабов. То есть вот наша цель, в принципе, намерение, которое наше, намерение двигает. То есть сохранение религии. Запад туда не... Запад... То есть мы же оцениваем Запад по его доминирующим сейчас представлениям, а не там где-то в глубинах мы найдем там что-то хорошее. Но вот они вот такие сейчас. Они нисколько не о Боге и не о поклонении. Ну, как минимум, это неоднозначно. То есть есть проблемы, я согласен, какие-то нарушения. Но она доминирующая. Второе, сохранение жизни. По всем остальным пунктам Запада вполне все выполняет. Нет, нет, нет. Ну, а где? Сохранение наследственности. Где он выполняет? Массово сейчас навязывается культура безбрачия, неимение детей, ЛГБТ. Это же все туда бьет. Это шайтан же именно вот на это максат бьет, что воспроизводство, репродукция, это один из махасады шария. Второе, сохранение жизни. Сохранение жизни. Ну, для себя хранят, для других они ее не очень-то хранят. Ну, говорим мы сейчас про себя. Это просто, ну, что такое сохранение жизни? Нет, я сейчас про Запад говорю. Это просто хорошая, качественная медицина. Где она есть? Ну, мы все едут лечиться в Германию. Нет, это от и до. А я там имеется в виду и духовное, наверное, все-таки. Нет, нет. Духовное, это вот про линию. Нет, там физическая жизнь. Это доступная, качественная медицина. Нет, нет, высшее правление это не убивать. И предотвращать убийство. Ну, да. И наказывать за убийство. Когда ты отменяешь смертную казнь за убийство, ты поощряешь убийство. Это всем понятно. Вот. Поэтому сохранение жизни в первую очередь не убивать. То есть не убивают, это значит обеспечение безопасности, законности. Это качественная полиция, там и суды и так далее. Бревик убил 80 человек, из них палестинцев и чеченцев. И сейчас требуется, что у него... Нет, ну, эксцессы везде бывают, но если мы возьмем общие показатели, то... Нет, нет, подожди. В плане безопасности, мы сейчас говорим о том, что по шариату по шариату нужно убить человека, если он кого-то убил. А ты сейчас говоришь, что можно не убивать и будет все хорошо. Не будет все хорошо? Я вообще сейчас не говорю про смертную казнь. Это отдельный разговор. Я продолжу, мы говорим о шариатах. Третье, это сохранение имущества. Окей, там частный капитал, там все, но и то риба, который идет вот так с частным капиталом, который Запад навязывает всем этой бескредитной истории, никто. Это тоже пожирание имущества других. Никакого сохранения имущества там нету, как максад шарай. И пятое, это сохранение акль, то есть разума. Ну, это образование. Это образование. Это преимущества, это экономика, это возможность зарабатывать, это рабочие места, это достойная плата труда, это социальные гарантии. Мы взвешиваем, что они делают для образования и для отупления. Давай, надо же вот так вот делать. То есть один и тот же человек, он делает для образования то-то, то-то, и делает для отупления то-то, то-то. И поэтому нельзя закрывать глаза, если я одной рукой тебе глажу, а другой режу. Нет, я же не говорю, что там все идеально и все правильно. Но мы как бы тут просто сравниваем, есть как бы вот то, что мы имеем сегодня там, условно говоря, на Большом Западе с его там достижениями, показателями. И есть некая теоретическая идеальная модель, которая на практике, к сожалению, нигде сейчас не существует. Мы как бы сравниваем то, что есть реально и то, что должно быть как бы в идеале. Я среагировал... Это не релевантное сравнение. Нет, смотри, я среагировал на то, что ты говоришь, что доминирующее представление Запада, вот сейчас, которое оно есть по факту, оно в принципе, все ценности, которые они несут, они совпадают с ценностями, которые Аллах, субхану и Тааля, преследуют, закладывают шариат. Это очень многие и богословы современные говорят. Ну, а вот это моя точка зрения. В свое время был один интересный такое исследование, по-моему, малазийский, к сожалению, не помню имя, малазийский какой-то исламский, так скажем, ученый-исследователь провел, и он как бы взял вот эти вот общие принципы исламского такого порядка, социального, культурного, политического, все, и как бы составил рейтинг на самых исламских стран мира. Такое интересное, что в его рейтинге, по-моему, только Малайзия попала в десятку, и то где-то там месяц на восьмом. Первая, по-моему, была Ирландия, там были такие страны, как Новая Зеландия, то есть Новая Зеландия, Ирландия, то есть у него там вообще были страны, которые в последнюю очередь приходят. Ты же о материальном благоустройстве. Нет, там как бы в принципе справедливости, равенство всех перед законом, социальные гарантии, развитие человеческого капитала. Ты сейчас сравнишь Ислам и Запад современный, или связываешь исламские страны с современным Западом. Конечно, это будет против исламских стран, да, конечно. Потому что они все диктаторские страны, где Франция и Британия расставили своих людей. Есть как бы, вот мы сравниваем некую идеальную модель и то, что на практике. Да. Ну, конечно, любая практика проигрывает идеальную модель из книг. Ну, жизнь в стремлении к идеалу, а не в... Да, надо стремиться, я согласен, да. Тут ведь вопрос, взгляд какой исламский, не исламский. То есть, например, в Вавилоне прекрасно жили, как известно. Не знаю, давно дело было. Да, но ты выбираешь его. Ну, уровень жизни там... Кто тут, наверное, жил там, это неплохо. Уровень жизни там был выше, чем в остальном мире. Это известно за фиксирование. Ну, на то время он там в основном мире просто каменный век был там. И поэтому здесь же в чем стоит? Мусульмане для чего вброшены в этот мир? Чтобы реализовывать замысел Всевышнего и быть центром, да? При этом страдать, умирать, это бесспорно заключено просто в исторический гнозис ислама. Или же хорошо жить? Я не против. Я просто понимаю, что значит замысел Всевышнего. То это другое. В первую очередь, мусульманин живет, чтобы поклоняться, да? Да и аят есть об этом. Заслужить спасение, в первую очередь для себя, для своей семьи. Реализовывать, собственно говоря, миссию. Потому что... Ну, это мы сейчас совсем уйдем далеко в метафизику. Это, наверное, уже совсем другая какая-то тема. Я думаю, что, наверное, на этом мы закончим. Да, можно. Сколько мы уже? Продолжим. СА-2, наверное, разговариваю. А тем более, да. Я тогда какие-то подведу эти... Закончу орг, чтобы дальше не продолжать дискуссию и не углубляться, потому что наверняка появится еще к чему возразить. Я тогда просто закончу вот на орг вопросах. Я тогда прошу всех ставить лайки, дислайки, подписываться, отписываться, если кому-то не понравилось что-то, что я сказал, что или... Нет, 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 нет. Ни в коем случае не отписывайтесь, если что-то не нравится. Или даже Алихаджи, подписывайтесь. Просим по возможности устанавливать VPN, чтобы шла монетизация для канала и писать свои комментарии, оставлять пожелания, кого бы хотели бы еще увидеть. И встретимся в следующую субботу в 6 часов после намаза. Я тоже в завершении как соведущий отреагирую на отписываться, подписываться. Ни в коем случае не отписывайтесь. Для того этот подкаст и делал, чтобы каждый мог спокойно, свободно выражать свое мнение, отстаивать его. Мы объединены одним очень прочным фундаментом, потому что мы мусульмане. И хвала Аллаху за это. Но у каждого человека есть право на свое мнение, есть право выражать это мнение, и наша умма этими отличается, что это право бережется не просто за счет того, что у кого-то есть сила, и он ее отвоевал себе, а это право прописано у нас в религии, и право на ичтихад, и право на свободу слова. Был такой момент, когда один из султанов уже в аммиатский период решил на праздничный намаз сделать хутбу после намаза, а она перед намазом. Наоборот, я извиняюсь. То есть на джума хутба, потом намаза, а там после. И люди в принципе имеют право разойтись. Но когда он решил эту хутбу сделать, перед намазом один еще из живших сподвижников его за халат придержал и сказал, что хутба после намаза. И это султану понравилось, он говорит, а что касается его, он выполнил свой долг. Какой долг? Именно исламский долг. сказать правду, то, что ты считаешь правдой, то, что ты считаешь полезным. И ни в коем случае это право говорить правду не должно нивелироваться домыслом чьим-то, что, а зачем он эту правду говорит, да, и додумывать за человека, что он хочет чего-то вредного для ислама, если тебе это не нравится. Вот эта передача призвана в том числе разрушить вот этот механизм пагубного очень. То есть если мой брат Мусмай говорит, что-то мне не нравящееся, то обязательно у него есть какие-то там намерения плохие. Руслан, от нас с Ренатом и от всей команды хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел, нашел время, нашел силы и терпение посидеть с нами, поговорить, ответить на наши вопросы. Надеюсь, тебе тоже интересно было. Ответный ответные реакции пригласили, дали такую возможность, я думаю, что очень правильный подход, то есть мы должны собираться, обсуждать, потому что комьюнити, это в том числе коммуникация, взаимодействие, общение, община, откуда слово происходит, и в этом плане это фундамент, на котором, конечно, многое может вырасти, иншалла. Поэтому будьте с нами, подписывайтесь и обсуждайте, предлагайте, кстати, свое мнение в комментариях, не просто зачем вы это делаете, или почему кто-то как-то сказал, предлагайте свое мнение, мы будем его выносить, кстати, будет пища обсуждать на следующих передачах тоже. Саламу алейкум рахматуллахи в баракатуху.